потому что все равно мы сейчас как обычно вспомним где мы находимся на этой картинке мне понравилась эта картинка потому что обычно рисует так что типа там типа человека за ним какие-то просто обезьяны там ну разного размера находится но вот на этой картинке хорошо видно что на самом деле кроме размера там количество волос еще очень много что меняется например там прямохождение появляется и самое главное что нашими предками были не только обезьяны а вот такие вот еще животные которые похожи на кошку вот это там в том числе про консул его даже вот ящеры такие звероподобные от которых пошли млекопитающие вот но собственно мы с вами тоже прошли путь примерно такой же сначала мы узнали что вообще действительно интеллект существует да и когнитивная способность самое главное что люди отличаются по когнитивной способности самое главное что можно их измерить и вот для измерения интеллекта лучше всего подходит интеллект дальше мы с вами узнали что айкью это не просто тест и не просто когнитивные способности а он здоров умен и богат если у него высокий айкью и также ниже риск шизофрении но вот эта звездочка да . значит что что кроме того он немножко невротичен и у него могут быть некоторые аутистические черты вот это то что мы знаем ну и наконец это то о чем мы говорили в прошлую лекцию это то что айкью по крайней мере отчасти определяется генами и его наследуется минимум на 50 процентов а в взрослом возрасте эта оценка аж до 80 процентов поднимается вот так вот ну соответственно еще немного про наследуемость кто знает кто это вы знаете кто это кто кто это гремлин гремлин да да это гремлин значит как вы думаете почему здесь гремлин нарисован на какое отношение имеет к айкью она кто помнит историю собственно с гремлинами в чем там была проблема чего нельзя делать с гремлинам да да нельзя мочить жизнь намочить он просится в страшную штуку и с одной стороны это могла быть классная такая иллюзия на взаимодействие между генами и средой вот то есть как и в нашем интеллекте но сейчас вы видите что вместе и более забавная причина но для начала вот еще немножко про наследуемость ну то есть вот это то что мы узнавали с вами в прошлый раз это то что близнецовые исследования они дают оценку от 0 3 у детей до 0 8 взрослых на вот и там увидели с вами вот мы сравниваем разнояйцевых близнецов 1 яйцевых и тех кто вообще не является близнецами вообще тех кто вообще не является родственниками вот но самое главное вот еще было такой интересный вопрос по поводу того вот отличается и наследование супер экстремальных вариантов айкью я не знаю вот здесь нарисую на то есть мы с вами эту кривую представим то есть окей вот мы в основном когда изучаем наследуемость мы говорим где-то вот про такие средние значения типа там 85 115 но что например происходит вот здесь вот так а мы говорим про супер экстремальных товарищей типа энштейна на там 145 айкью предположим там 200 айкью что происходит вот с ними может быть там есть какие-то специальные особые гены или наследуемость вот именно такого интеллекта она чем-то отличается от наследуемость обычного интеллекта этого такая вот гипотеза которая предполагала что до какого-то момента все работает одинаково а потом есть порог после которого все резко меняется ну вот это протестировали тоже взяли специально очень умных людей очень умных близнецов и оказалось что наследуемость высокого айкью она по своим характеристикам не отличается вот наследуемость среднего низкого интеллекта то значит одни и те же факторы примерно они те же гены до работают когда мы вот говорим про айкью низкий айкью средний айкью высокий это наверное правильно да вот то есть вопрос какие гены и в какие аллели вам попались про что мы сейчас еще поговорим значит но это все как бы не касалось конкретно днк да то есть это мы по сути косвенно что-то узнавали узнавали о роли днк а роли генов как мендель да то есть собственно мендель отец генетики и он вот эти все законы во первых начиная с того что организм имеют диплоидный набор хромосом того как они расходятся что происходит во время миоза он все это открыл вообще даже не зная про то что существует днк самое главное про то что днк вообще является веществом наследственности сейчас то мы это все знаем и вот соответственно у нас появились методы секвенирования у нас появились методы pcr до полимерной цепной реакции и теперь вот может пора бы залезть днк ну такой вам вопрос кто с вами слышал что такое снип генетики или вот это такое аббревиатура с нп что что молодец да это single nucleotide polymorphism ну надо это p заменять на букву в как вариант или вариант значит в чем смысл да то есть я напомню для всех на всякий случай что у нас гены они написаны буквами которые называются нуклеотиды у нас есть четыре варианта нуклеотида да который содержит разные азотистые основания там аденин гуанин цитозин и тимин да ну соответственно ген это просто фраза написанная этими буквами вот например такая вот у меня 6 нуклеотидов и значит 1 нуклеотидный полиморфизм это будет так что мы сравниваем какие-то участки генома и они отличаются на один нуклеотид да собственно какой нуклеотид изменился ну вы поняли собственно тут было а стало ты вот вам пример такого одноклеотидного полиморфизма почему они интересны да потому что на самом деле во первых это не значит что это плохо да то есть обычно к мгм про мутации нам кажется что это что-то страшное наследственное заболевание генитическая болезнь там серповидно-клеточная анемия гемофилия да что то такое на самом деле во первых у нас есть участки генома где эти вот изменения тем более в один нуклеотид они вообще ничего не значат да это например касается интронов генов и особенно там есть мгм проэнтроны в рибосомальные рынка но самое главное что иногда вот эти вот нуклеотидные полиморфизмы они могут встречаться и значимой части гена и немножко немножко так вот модулировать скорее работу того или иного белка или той или иной функции которые этот ген выполняет вот интересно то что например мы можем их использовать находя мы можем оценить насколько люди вообще близкие родственники то есть чем вы дальше по родословной тем больше у вас вот этих вот одноклеотидных полиморфизмов не совпадает и наоборот и мы можем например с помощью этих одноклеотидных полиморфизмов построить дерево филогенетическое когда мы разошлись с шимпанзе собственно к мы там разошлись с неандертальцами и и так далее так далее но кроме того можно потом попробовать взять и сопоставить вот те полиморфизмы которые мы уже знаем с какими-то уже известными вариантами заболеваний у человека например так сделали впервые с сердечно-сосудистыми заболеваниями то есть просто взяли там группу людей которые имеют высокий риск инфаркта миокарда группу людей у которых низкий риск и потом посмотрели может быть у них какой-то особый набор этих одноклеотидных полиморфизмов который может быть повышает риск и наоборот понижает его но и оказалось да что такое есть что такое есть вот и похожую штуку решились применить для изучения интеллекта его наследуемости генов которые с этим связаны и он чем интересен тем что он позволяет как бы отойти от среды в данном случае совсем то есть мы буквально сейчас работаем именно с днк непосредственно и поэтому вся вот эта вот история про то что ну 1 яйцевые близнецы все равно у них более похожая среда чем у разнояйцевых даже если это там те которые были установлены или которые были не установлены очень много сложностей поэтому давайте мы посмотрим прям напрямую и вот первое такое исследование который виде как называлась веном based restricted maximum likelihood сингл компонент и кстати как она как они аббревиатуру забавная гремлин значит и когда они провели такое исследование четырнадцатом году оказалось что наследование заметно ниже чем то что мы получали из наших близнецовых если только 0 только 30 процентов когда этот используя более совершенный метод который позволял учитывать более редкие варианты этих полиморфизм потому что первый ток очень частые варианты и он не позволял специально как бы ограничивался не родственниками вот второй вариант он во-первых включает родственников во вторых вот он включает эти более редкие варианты но видите там гремлин кин такой наследуемость стала 54 процента вот и в принципе ну очень похоже на то что мы получаем из-за данных которые получаем на разных когортах людей там вот от детей маленьких до взрослых вот ну вы кстати сами думаете примерно интуитивно вам какая оценка наследуемость интеллекта кажется комфортной 08 или 0505 то есть просто разум потому что кто-то такой очень биологизатор он так 08 может быть до 0 9 вообще да а кто-то а кому-то наоборот менее комфортно да вот то что типа 08 вот я наверное мне самое главное точно узнать цифру да ну вот это мы как раз говорю это непонятно почему то есть мы точно знаем что например наследуемость каких-то других фенотипических признаков она стабильная там неважно по возрасту а вот когда мы говорим про наследуемость интеллекта почему то есть вот этот вот рост вот ну как бы объяснение которое с мейнстрим на это в том что среда дает свой вклад просто короче к ты становишься взрослым вот эта вот среда которая действует она по сути в большей степени зависит от твоих генов чем когда ты маленький вот и все ну то есть но я бы сказал так что свои вот предложим есть какие-то внешние факторы которые могут воздействовать на интеллект да и когда ты маленький ты собственно может быть и там там есть какие-то способности но там ты не выбираешь какой кружок ходить там в какую школу ходить чем заниматься какие книжки читать может и там еще интернетом имеешь пользоваться да а когда становишься взрослым ты уже начинаешь там поле с интернетом покупать себе книжки которые ты хочешь читать там если они как-то влияют да и там все что угодно делать но это целый комплекс факторов возможно там огромное количество вещей про которые мы просто не знаем ну даже знаешь ходить на лекции какие-нибудь вот там что-то записывать ходить спортом заниматься да неважно у тебя получается как бы большая свобода и твои гены как расширенный фенотип по докинзу да они начинают большую роль играть но это загадка да то есть на самом деле я могу сказать что например меня удовлетворяет такое объяснение но она мейнстримная вот ну собственно вот мы где находимся то есть принципе наследуемость она минимум 50 процентов составляет и это уже мы точно знаем и с этим никуда не деться вот процесс . не знаю этот я вот в плане того что типа в чем проблема да вот обычным проблем у людей которые выступают за то что гены связаны с интеллектом проблема в том что и гены и среда отвечают за формируем интеллект а нет ну добавить ну да гены и среда то есть него танго вот как я гдлетам танго генов и среды и все но проблемы у кого возникают проблему у тех людей которые как раз против того, чтобы гены вообще хоть какую-то роль играли в интеллекте. Поэтому они как раз стремятся максимально это все занизить. Понимаешь, есть огромное количество работ, которые посвящены просто тому, сколько недостатков в близнецовых исследованиях. И если вы с такими людьми столкнетесь, а вы наверняка с ними столкнетесь в своей жизни, вот вы можете им сказать, но не только в близнецовом исследовании, вот еще гремлины. Гремлины, никуда денешься, они вам говорят. 54% это как бы некая минимальная отсечка, ниже которой дальше уже какие-то совсем спекуляции будут. Это просто максимально большая выборка была на данный момент. Может быть, знаешь, мы наверняка увидим там в каком-нибудь 24-м году будет что-нибудь еще опубликовано еще с большей выборкой. Там сейчас уже выборки, если раньше было там 200 человек, сейчас там уже… Да, но самое главное, что биобанк появился, то есть мы сейчас набираем кучу людей. Кстати, биобанк есть в Сеченовском университете. Я даже какое-то время там работал, и это значит, что в России тоже будут свои данные, такие же большие. И там вот в Британии там уже миллионы человек. Это вот может делать цены не на 100 людях, а на миллионе людей, представляешь? Это совсем другие вещи. Да, ну и, соответственно, когда-нибудь эта цифра будет уточняться, 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 но, видишь, она вот около 50% крутится. Но самое главное, это что? Все надо понять, что генетика – это очень сложно. Это без шуток, на самом деле. То есть, как бы без особого образования прямо лезть и пытаться какого-то там что-то улучшать невозможно. Ну, потому что, во-первых, мы расшифровали геном человека совсем недавно. Помните, был этот проект, который стоил миллиарды долларов? И вот мы узнали, что там вот этих вот букв больше трех миллиардов. И самое главное, что из этих трех миллиардов там формируются по крайней мере 23 тысячи генов разных. И самое страшное, что не все эти гены кодируют белки. Есть те, которые кодируют регуляторные факторы, например, разные РНК некодирующие. Я уже не говорю про рибосомальные РНК, а вот именно всякие там микро-малоядерные РНК и прочее-прочее. То, что называется транскрипционные факторы еще. Поднимите руки, кто знает, как вот работают транскрипционные факторы. Так, ладно, я поясню на всякий случай. Значит, давайте вот с этой стороны. Итак, значит, ну, предположим, у нас есть один ген. Перед каждым геном есть участок, который называется промотор. Собственно, на него садится РНК полимераза. Это является место, с которого все это начинается. То есть это как бы зона посадки, не знаю, космического корабля, вы вспоминаете, как угодно. Ну, я для простоты рисую его рядом. У бактерий он рядом находится, у нас он далеко может располагаться. Но это не важно. Дальше идет, соответственно, вот эта вот смысловая часть гена. Сюда садится это РНК полимераза и по ним ползет. И синтезируется РНК, вот матричная РНК. Это у нас какой-то ген, который станет потом белком. Он даст белок. Да, там белок. Какой ваш любимый белок у человека? Не могу. Ну вот, молодец. Неужели вы уже взрослый, у вас нет любимого белка? Ну вот, значит, как можно регулировать работу этого гена? Сюда может что-то присоединяться, какой-то другой белок к промоутеру или, например, та же РНК, которая может просто блокировать, например, доступ к этому промоутеру. Вот самый простой пример лактозной оперонной бактерии. Но самое главное, откуда берется этот регуляторный товарищ? Он берется с другого гена. И вот этот ген, это будет регуляторный ген. Причем он может регулировать работу сразу кучи разных генов, и вообще регуляторные гены и транскрипционные факторы, они гораздо более могучи в плане изменений каких-то, которые происходят в нашем организме. Вот как пример я вам скажу так, что вот, ну скажем, есть такие гормоны типа инсулина, которые понижают уровень сахара в крови, приводят к тому, что он метаболизируется, превращается в гликоген, там, в жирные кислоты. А есть мощные гормоны, которые перестраивают весь наш организм. Например, половые гормоны, тестостерон, эстроген. И разница между ними именно в том, что инсулин, он не может проникнуть внутрь клетки, он действует на рецепторы, на поверхности. А тестостерон, поскольку он липидной природы, он проникает через мембрану клетки и даже проникает глубоко в ядро, в самое ядро, и действует как регуляторный фактор. То есть он меняет работу кучи генов сразу, сотен генов прямо сразу в ядре. И видите, что с человеком происходит на тестостероне. Да, а тестостерон как вырабатывается с точки зрения из гена? Да, есть ген, который в зависимости от того, кто это, мужчина или женщина. У мужчин это в яичках, у женщин это в основном. Часть, которая потом превратится в эстроген, она вырабатывается в яичниках, а часть еще в кореноплощен. На ДНК там белок, который, фермент, который синтезирует процесс, например, из какого-нибудь предшественника холестерина, я никогда не понял, как это форма, но, короче, 4 кольца холестериновых, превращается в подъездного фермента в тестостерон. Там какая-нибудь гидроксилирование у него происходит в несколько стадий. Но это все происходит за счет чего? За счет фермента. А фермент это белок, который здесь, например, синтезируется. Вот так вот. То есть, как вы говорили, революционный фактор это белок, но фермент. Да, то есть, смотри, по сути, ферменты, можно сказать так, что вообще все... Нет, смотри, это значит, по поводу метаболизма. Метаболические пути, да, они регулируются за счет ферментов, которые там на них действуют, на каждую реакцию. Они ускоряют ее, замедляют. Это суперважно. Ну, то есть, например, переключение между тем, что мы сытые и мы голодные. Это, соответственно, инсулин. Он запускает работу ферментов, которые в момент, когда мы сытые, соответственно, глюкогон, тогда, когда мы голодные. Это происходит прям как рычаг. Знаешь, там фосфорилирование, дефосфорилирование ферментов. И у нас разные метаболические пути включаются. Как, знаешь, там разные, не знаю, трамвайные пути. А здесь это мы говорим про то, что происходит не в организме, как там метаболизм, синтез веществ, типа там тестостерона, там жирных кислот, глюкозы, белков. Нет, мы говорим про то, что происходит в ядре. То есть, в клетке, каждая клетка, она несет примерно одинаковый набор генов у нас в организме. Но одна клетка нейрон, а другая клетка кожи. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что в них работают разные гены. Предположим, вот эти гены в ядре работают в клетке кожи, а вот эти гены работают в нейроне. Что включает эти гены? В том числе транскрипционные факторы. Туда же входит эпигенетическое мечение этих генов и прочие-прочие штуки. Это очень важно, потому что, например, как раз активность разных факторов приводит к тому, что клетки превращаются в разные клетки. Это как один из факторов. Это может быть микро-РНК, это может быть белок какой-то специальный транскрипционный. Например, как во время... Транскрипционный белок, но не строительный. Не строительный, да. Он работает только в ядре. Он гораздо мощнее действует, потому что, конечно, целые программы запускают большого количества генов. И, соответственно, он в ядре регулирует синтез строительных белков. Да, в том числе. Или даже другие регуляторные белки. То есть там может быть такой каскад сложный. И интересно, что, кстати, такая мощь, поэтому в нашей эволюционной ветви самые мощные изменения происходили именно за счет мутаций в регуляторных белках, а не за счет мутации в строительных белках. Потому что это может привести к тому, что у вас появится лишний сегмент, там лишние руки там, да, или там руки превратятся в крылья, как у насекомых. Вот. То есть это более мощная такая регуляторная история. Вот. Ну и, соответственно, это очень сложно. Это суперсильно усложняет картину. Потому что, когда начинался проект геном человека, представлялось так, что мы просто прочитаем книжку, и там будут все вот такие вот гены, которые являются чисто строительными. Для каждого гена будет свой белок. Мы для этого белка узнаем функцию и все там, будем этим управлять. Но, видишь, как бы это оказался кошмар. Да, но самое главное, что есть еще такая штука, как альтернативный сплайсинг. Поднимите руку, кто знает, что такое сплайсинг. Так, отлично. Ну, значит, все, вот этот синтез белка осложняется тем, что сначала РНК, которая синтезируется, она состоит вот из таких вот полосатых участков, ну, для простоты. Одни из которых... Опа, ничего себе, красный. Ну, ладно, сейчас. Сейчас все будет. Значит, одни из которых вот такие вот красные. Что это значит? Они не нужны. Они называются интроны. А эти называются экзонами. И сейчас я так нарисую. Значит, это будет один, два, три. И, собственно, это незрелая матричная РНК. И что с ней происходит? Эти штуки вырезаются с помощью специальных комплексов сплайсосомы. И в итоге получается, что они вот так вот вырезаются и соединяются. И у нас получается зрелая РНК, которая вот так вот один, два, три стоит из экзонов. Но альтернативный сплайсинг, да? Помните, руки, кто догадался, что значит альтернативный сплайсинг? Это просто их перекомбинировать. Например, так, что здесь будет вот так вот, три-два, например. И выйти, что, когда они вот так вот меняются местами, это уже будет другой белок совсем, потому что последовательность изменилась очень резко. И, соответственно, альтернативный сплайсинг, как вариант, на самом деле, закодировать больше информации в одном гене. И это еще усложняет задачу. Альтернативный сплайсинг, это то, что называется типа мусорная мусорная альтернативная? Ну, можно так назвать, да. То есть, вот как раз в том числе, да, мутации в ней, они, в принципе, ни к чему не приводят. Главное, что вот эти вот сигнальные дырки. Ну, по крайней мере, с того, что понимают сейчас. Да, да. Но там, на самом деле, вот, значит, проблема еще в том, что кроме вот этого аддитивного, да, когда у нас просто вот есть один ген, он дает один белок, там другой ген дает другой белок, есть вот эти вот аллельные взаимодействия, да, то есть это гены могут доминировать, то есть когда у вас есть две аллели, одна доминирует на другой, проявляется только одна аллель. Ну, кроме этого, есть еще эпистаз, комплементарность, плеотерапия. Ну, давайте такой вопрос. Значит, как вы думаете, где генетика в жизни людей обычных, она стала играть самую большую роль, кроме там сельского хозяйства? Определение отцовства. Значит, вот смотри, например, у тебя, значит, женщина, у нее четвертая группа крови, и, соответственно, там мужчина, у него, предположим, вторая группа крови. Может ли у них быть ребенок с первой группой крови? Хотя нет, давайте наоборот. Значит, женщина вторая группа крови, да, иначе это будет странно гуглить, а мужчина четвертая. Почему не может быть? Ну, типа, у них хотя бы там, типа, А, Б, ну, или там 0, Б, ну, А, типа. Так. Ну, 0, я не может не было. Ну, собственно, можете сами это проделать, да, вот там, типа, сейчас вариант А, Б скрещивается с вариантом, ну, там, самый лучший в этой ситуации, предположим, что это 0, А, да. И тогда что получается? Значит, какие у них могут быть комбинации? Там, А, А, там, А, Б, 0, А, 0, Б, да. Ну, то есть, чтобы была первая группа крови, это 0, 0 должно быть. Ну, вот 0, 0 не может быть никак в данном случае, поэтому в таких случаях, что говорили, ах, ты, типа, вторая группа, да, ты с кем-то там ходил налево, да, например, там, с другой, второй группой, то, что она самая распространенная, и, соответственно, получилось поэтому первое. Ну, и там браки разрывались, а потом что оказалось? А потом оказалось, что есть бомбейский феномен. Вот, что такое бомбейский феномен? Бомбейский феномен – это тогда, когда есть, оказывается, еще ген H, который, если он в такой вот форме, рецессивный, HH, маленькая, то всегда будет первая группа крови, какие бы у вас другие гены не были. Вообще, то есть, это похоже на то, знаете, вот пример хороший, что вот эти вот группы крови, это как цвет волос у человека, там, карие, русые и так далее. А вот этот HH, это, по сути, если он такой, то волос вообще нет. Поэтому неважно, какие гены какого цвета волос у вас, если у вас волос вообще нет. Вот. Это что такое? Это эпистаз. Это вот такие вот неаллельные взаимодействия. Можно вопрос, почему бы меняли женщину и мужчину? Ну, потому что, смотри, если бы у женщины была четвертая группа крови, то ребенок бы никак вообще не мог иметь типа первую группу крови вообще никак. Вот. Ну, то есть, потому что... Да, понятно. Да, то есть, четвертая она всегда дает там либо вторую, либо третью, либо четвертую. Вот. Да. Ну, так и если не HH. Да, ну, если не HH, да. Вот. Ну, собственно, когда вот такая ситуация случилась, когда у женщины четвертой группы крови родился ребенок с первой, тогда, собственно, и подумали, да. О-о-о. Вот так вот. После там тысяч семей, которые были разрушены. Таким образом. Вот. Хорошо, значит. А, ну, кстати, из интересного, да, то, что у меня у мамы первая группа крови, у папы четвертая, а у меня вторая группа крови, да. Нет, подожди, как-то не так. Короче, у мамы первая группа крови, у папы, по-моему, третья, да, а у меня вторая. Вот так вот получилось. То есть, как раз у мамы моей бомбейский феномен работает. То есть, у нее на самом деле какая-то скорее там, вот из других групп крови, там, либо четвертая, либо вторая, но мы этого не знаем. Вот. Ну, и самое страшное, да, то, что больше половины генома, как минимум, да, является некодирующей, да, ну, то есть, в плане того, что она белки некодирует какие-то конкретные, и она вот выполняет какую-то странную функцию, раньше ее называли мусорной ДНК, но она может выполнять либо регуляторную функцию, как транскрипционный фактор, либо это вот история про энхансеры, соленсеры, инсулинаторы. Кто знает про энхансеры, соленсеры, инсулинаторы. Ага, вот, наконец-то вас поймал. Значит, смотрите, вот, возвращаясь, сейчас я где-нибудь сотру, давайте я здесь сотру. Значит, вот у нас, опять же, есть ген, и его вот этот промотор, да, который можем регулировать. Вот он, промотор. он может быть регулировать тем, что сюда садится какой-то прям белок, транскрипционный фактор или РНК. Но, на самом деле, иногда это может быть просто другой участок ДНК, который находится далеко отсюда, вот так вот. И он может так вот у него воздействовать. Видите? И он может помогать тому, чтобы сюда садилась РНК полимераза или может, наоборот, мешать этому. Ну, собственно, как вы думаете, энхансеры помогают или мешают? Помогают, да, энхансеры помогают. А вот соленсеры, они, наоборот, блокируют. Инсулинаторы, они, они как бы убирают все эти взаимодействия дополнительные. В общем, такая сложность, да. И вот представьте себе, как вы можете понять просто вот по буквам, что делает эта последовательность. Это реально очень сложная работа. Ну вот. То есть утверждается, что вот это не кодирующее, что теперь ее не считают мусором? Ну, не всю, не всю, да, не всю. Но сами смотрим, ну, как бы интуиция подсказывает, что там, конечно, есть какие-то, например, гены встроившихся вирусов. Да, вирусная ДНК, например, которая просто поломанная, она не работает. Ну да, то есть какие-то поломанные гены, вот, какие-то протоонкогены, еще что-то. Вот. Но большая часть, скорее всего, того, что мы считаем мусором, оно вовсе не мусор. Да. Просто мы пока не знаем, какие у него функции есть. Мы как бы разматываем еще этот клубок, он чем дальше, тем сложнее становится. Вот. И какое это отношение имеет вот ко всей этой истории? Ну, во-первых, да, собственно, надо быть суперспециалистом, чтобы в этом разбираться. Нельзя просто так сходу, как обычно, знаете, люди делают, когда критикуют, например, генетику, интеллект, или то, что человек произошел от обезьяны, они вообще не имеют биологического образования, говорят, вот там эти ваши исследования не верны, да. Но возвращаясь к нашей интеллекту, смотрите, помните, вот эту вот нашу формулу для расчета как раз изменчивости, да, видите, что там есть вклад генетики, G, там есть вклад E в среды, и, собственно, вот их общая ковариативность. Это такая интересная классная штука, и помните, я вам тогда сказал, а G-то сложнее, чем мы думаем, да, и как раз вот эта сложность G, вот в чем заключается. И оно в том, что он состоит из этого вот аддитивного эффекта генов, то есть мы просто вот, грубо говоря, у нас есть эффект гена 1, эффект гена 2, если они вместе окажутся, просто складываем их, да, но так почти никогда не работает, потому что вот есть доминантность, да, эффект доминантности, это аллельное взаимодействие. Есть эффекты, которые вообще не связаны с доминантностью, вот типа эпистаза того же, или комплементарность, еще чего-то. Ну, эпистаз это вот подавление, да, вот это вот HH. Комплементарность, это наоборот усиление их совместное. Вот, ну, есть там еще более сложные не аллельные взаимодействия. Вот, и самое главное, еще вот эта вот сложность тем, чтобы отличить, где у нас гены, где среда работает, это там еще называется династийность такая. Вот мы обсуждали ее, когда говорили про книги, и вот когда мы говорим про вот эту наследуемость, я уже стер ее, ладно, мы говорим про наследуемость, рост наследуемости, IQ с возрастом. Вот, и самое главное, что все вот наши работы, в том числе вот эта вот работа Гремлин, они фокусировались именно на А, да, то есть они как бы игнорировали Д, И, потому что, и А, потому что они не знали, как это посчитать. Ну, соответственно, решили это посмотреть, вот, да, ведь исследование Гремлин, они учитывают только аддитивность, поэтому возможно в этом-то такая разница, да, вот этот гэп. Но вот одна работа показала, что если доминантность играет какую-то роль, то это только 4%, да, ну, то есть можете добавить там 58% будет, а вот эпистаз, видимо, вообще в наследуемости интеллекта никакой роли не играет. И это, наверное, хорошо, да, вот, зачем нам столько сложностей? Вот, то есть, ну, самое главное, вы должны с этого слайда что получить? Вот, я сейчас вам покажу еще. Ба-бам! Как все сложно? Это вот разные варианты, не кодирующие РНК, видите? Даже здесь не учитывается рибосомальная РНК, там, или транспортная РНК, здесь только вот те, которые мы недавно увидели, длинные не кодирующие РНК, малоядерные РНК, малоядрышковые РНК, малоинтерферирующие, микро-РНК, антисмысловые РНК, РНК связанные с белками, и так далее. Вот можете посмотреть, какие у них страшные функции. Самое главное, из этого должны понять, что все очень сложно. И представьте себе, что вот к вам подходит человек и такой говорит, ну давай покажи мне ген, который связан с интеллектом. А перед тобой просто такая вот книжка, в которой написано 3 миллиарда букв, и ты не знаешь, из них вообще, у тебя даже нет какого-то способа нормального понять, что из них что делать. Ну, значит, поэтому одно из возражений тоже против генетики интеллекта это то, что различия в генах между людьми, они слишком маленькие, чтобы вообще как-то вот так заметно менять интеллект. Ну, во-первых, вот там картинка с размером мозга, сравнительно макаки, шимпанзе и человека. Вот просто для красоты. Ну, во-первых, да, действительно, мы знаем, что люди, они очень идентичны, мы с вами вообще очень похожи. Мы с вами даже еще больше, чем на 99% похожи, наверное, 99,9%. Там же мем, типа, мы более похожи, чем две там кошки, не знаю, соседние были. Ну, не, кошки, наверное, более похожи все-таки. Да, но мы, да, мы действительно... Это бутылочное горлышко было, когда у вас в море. Это да, да, это да. Но ты сейчас увидишь еще там как раз по поводу кошек и собак. значит, вопрос, может ли вот этот 1% объяснить вот эти все различия, которые мы видим, не маловато ли это генов? Ну, во-первых, генов-то там достаточно, то есть там даже вот кодирующих 23 тысячи, а еще те, которые мы не знаем. Но иногда достаточно вообще-то всего одного гена, да, например, фенилкетонурия. Кто знает, что такое фенилкетонурия? Ну, хорошо, что вы не знаете, что это вас не коснулось. Значит, это заболевание, при котором нарушается образование, метаболизм фенилаланина, да, ну и, соответственно, если это аминокислота, если человеку получает с пищей, то она у нее начинает накапливаться, она не метаболизируется, она там не превращается в какой-нибудь тирозин, она остается в организме и, например, накапливается в печени и в нейронах. И накапливаясь, она в какой-то момент становится токсичной и просто разрушает нервные клетки. Собственно, проявляется тем, что она выводится в большом количестве с мочой, да, поэтому это называется фенилкетонурия, там она метаболизируется до фенилкетонов. Вот, но самое главное, что ребенок как выглядит? Он рождается, он нормальный, он там не отстает в своем развитии от сверстников, но постепенно он начинает как будто замедляться. Он замедляется, замедляется, все медленнее, становится медленнее, и потом у него вот эта задержка прям такая конкретная развитие, он становится умственно отстал и может даже умереть. Как лечить это заболевание? Это диета без фенилланина, да, то есть есть продукты, в которых его много, есть продукты, в которых его мало. И этой диеты надо придерживаться всю жизнь, самое главное, потому что вот самое интересное, что можно остановить этот процесс, да, и, например, ребенок вообще не будет замедляться. Но если он уже замедлился, как бы откатить это повреждение уже невозможно. Поэтому иногда бывает так, что люди такие сидят на этой диете, и потом такие, ну ладно, Петя, у тебя 18 лет, сегодня можно, там типа разок, там тортик, и у него, соответственно, бац, и повреждение мозга возникает. Поэтому это надо учитывать. Но видите, это всего один ген, это только один пример, потому что, например, еще… по-моему, там действительно один даже СНП. Но это надо проверить. Да, по-моему, это генная такая штука, где там всего одна буква поменялась. Но это точно генное заболевание. Сколько букв надо проверить? Ну да. То есть самое главное, что больших различий даже не надо для больших изменений. Ну и, собственно, например, между нами и шимпанзе тоже небольшие различия. Всего 4%. Разница большая. Причем это по разным оценкам. Это один из самых последних оценок данных, таких 4%. Но есть оценка вообще и меньше, там в 2%, в 1%. Но как бы никто не спутывает человека с шимпанзе, и никто не будет, наверное, говорить, что дело в среде все-таки. Но самое главное, что генетические различия между породами собак составляют всего лишь 15 сотых процента. А собаки-то такие разные. Видишь, это как раз про кошек, да, видишь? Насколько маленькие различия. Да. Слушай, самое интересное, что это не только внутри собак, это между собаками и волками, собаками и лисами, поэтому они могут скрещиваться между собой. Собственно. Ну там, конечно, побольше, но все равно, да? То есть им, и как бы мы видим, что породы собак очень сильно отличаются, поэтому точно различий достаточно. Вот, ну что говорят? Покажите хотя бы один ген, Там кричат, типа вот. Это вот самое смешное. Вот у меня, я теряю сознание, когда читаю или слышу такие примерно возражения против того, что интеллект наследуемый, и говорят, а что вы вот наследуемый? Так покажите мне хотя бы один ген, который типа вызывает интеллект, типа умный интеллект или что-то такое. Но, опять же, мы не знаем генов, которые рост обеспечивает человеку, да? Вот эту норму реакции роста. Это не значит, что типа рост не связан с генами. Но, во-первых, да, действительно, там такая история, что постоянно выходили какие-то статьи, которые вот примерно так и звучали, типа гены и гении, да? То есть, исследователи нашли ассоциацию между каким-то конкретным геном и интеллектом. Но в итоге это все примерно закончилось вот такой работой, что вот вероятно большинство генических ассоциаций с general intelligence, они вероятно ложноположительные. Ну, как бы мягко они так сказали. Но в целом, да, то есть самое главное, что там находили какой-то ген-кандидат и так говорили, ген на х хромосоме сидит. А потом в следующей работе это не подтверждалось. Ну, и как бы многие говорят такие, что значит эти психогенетики, они такие злые люди и они вообще там подделывают данные, они злые ребята. Нет, ну проблема в чем? Проблема в выборках. Да, то есть то, что вот они начинали свои первые генетические работы, там было по 20 человек. Естественно, то, что вы делаете на выборке 20 человек, скорее всего не воспроизведется потом, да, там на другой выборке 20 человек. Вот, это была такая вот серьезная плохая история, но значит все стало меняться. Ну, значит, во-первых, опять же, вот когда он вас просит показать какой-то один ген, ну, один, если фенилокетонурия им не подходит, то вот еще один ген можете им показать. Это что за состояние у детей? Кто знает? Это микроцефалия называется. То есть, видите, состояние, при котором нарушается именно рост мозга, да, он меньше по размерам, у него меньше борозд, как правило, ну и там бывают разные степени микроцефалии, ну, иногда это люди, дети не рождаются даже живыми. И мы знаем, что к одному из вариантов микроцефалии приводит тоже, опять же, мутация всего одного гена, ну, вот микроцефалин, собственно, так и называется, да. И вот вам пример, да, еще одного гена, который связан с интеллектом. Если у вас там есть какая-то изменчивость по нему, то ваш мозг будет меньше. Но мы можем и честно уже дальше пойти и попытаться провести так называемый полногеномный поиск ассоциаций, да, вот который GWAS аббревируется. Это исследование, в котором тоже берутся сотни тысяч человек, им даются тесты когнитивные и смотрится, если там ассоциация с тем, как хорошо они проходят тесты и с известными одноуклеотидными полиморфизмами. Вот. Но это сотни тысяч человек, да, это огромные такие штуки. Что мы выяснили? Ну, значит, ну, во-первых, нашли некоторые гены-кандидаты, такие, как вот этот ген АПЛИПО-протеина Е. Значит, поймите руки, кто слышал про него. Что там с коридом было связано, что он там содержит? Он очень интересный. Я, например, им занимался, когда разбирался с атеросклерозом, но оказалось, что определенные варианты этого гена АПЛИПО-протеина Е, они ассоциированы с тем, что люди с большей вероятностью получат высшее образование. Но потом оказалось, что он же тот же самый вариант ассоциирован с тем, что у них высший риск болезни Альцгеймера. Ну и, например, вот именно вероятность из-за болезни Альцгеймера этот ген, он дает такой, его полиморфизм, он дает такой большой вклад в интеллект. Но большой вклад это что значит? Когда мы опять же говорим про гены интеллект, что значит большой вклад, когда мы говорим про вот эти вот ГВАЗ-исследования? Это 1%. Но 1% уже для одного гена это ух там, 1% вклада в вариабельность, это уже неплохо, это уже там, ну типа такой крепыш. Потому что большинство генов, которые обнаружены, они дают очень слабый эффект. Меньше там даже сотой доли процента, может быть там тысячной доли процента, но их очень много. То есть это много, огромное количество генов, которые разбросаны, причем по всему геному, нет того, что они там больше в X-хромосоме или в Y-хромосоме или еще где-то. Но каждый из них дает небольшой эффект. И соответственно, такой вариант, он называется полигенное наследование. Это что значит? Это значит, что вот у нас, ну как бы по Менделею, то, что вы обычно там в школе люди преподаете, то, что вот есть один ген и он приводит к одному признаку. Да, там цвет глаз, там ген зеленого цвета глаз, зеленые глаза. Но на самом деле большинство признаков в нашем организме они являются полигенными. То есть есть какой-то признак и он является результатом работы огромного количества генов. Да, то есть там это не три гена, это там сотни генов может быть. Да, но в случае интеллекта это прям тысячи, может быть десятки тысяч генов тоже в данном случае. Это, кстати, то же самое касается роста. Да, рост точно так же имеет полигенные наследования. И интересно то, что кроме вот этого, этой полигенности, понятно, да, что такое полигенность? Хорошо. Есть еще такая штука, как плеотропия. А кто знает, что такое плеотропия? Плеотропное действие генов. Плеотропное действие генов это наоборот. Давайте я вот здесь это сверху нарисую. Это тогда, когда один ген, ну его полиморфизм, да, он вызывает изменения в целом ряде признаков. Вот. Плеотропность. То есть пример, да, у человека есть ген, мутация гена гемоглобина, пресерповидной клеточной аномии. Значит, у него получается дефектный гемоглобин, дефектные эритроциты, и они плохо переносят кислород. Что у него будет? Ну, признак 1. Это низкий гемоглобин, да. Признак 2. У него будет бледная кожа, да, аномия, собственно. Там признак 3. У него будет одышка. Там признак 4. У него там будет нарушение со стороны слизистых, там, сидробластные синдромы и так далее. А, еще есть такая штука интересная, что при стерповедной клеточной аномии бывает такая вот форма головы, как у этого. Как? Как звали этого? Барта. А? Ну, может, Барта. Это у Франкенштейна, короче. Вот. То есть это такая башенная голова, башенный череп становится. И видите, это все результат мутации одного гена. И когда мы говорим про мозг, то, во-первых, это много генов, и каждый из этих генов, скорее всего, воздействует на мозг в целом, а не на какие-то отдельные его части. Вот. То есть... Да-да-да. А тут правильно, типа, сколько вырисованы? Просто такое ощущение, что первый признак вызывает второй признак, и в свою очередь ретричь, то есть это как симптом? Ну, формально, да. По этому гену, он для этого просто, как бы, плохо кислород. Ну, да. Не, ну, просто... Да, деформированные... Да, деформированные ретроциты. Ну, смотри, он вызывает просто деформацию ретроцитов, в итоге это запускает, да, там спектр всяких вещей, то есть, да, действительно, там, наверное... Да, то есть там просто... Да, от первого признака идут стрелки, да, да. Ну, собственно... На момент еще интересно же, почему устоявшиеся мутации сталкиваются. Ага, да, давай. Потому что... Подожди, подожди, сначала расскажи, вот, собственно, ну, где много эта мутация, а где мало. А, ты про это сказал. Да, я же не сказал. Африканская, среди африканцев мутация распространена, ну, среди определенных групп африканцев, африканцев... Да, короче, у нас, у нас очень редко она встречает, то есть, это реально спорадическая история, там, это меньше 1%, вероятность, что у вас будет серпоэдоклещенная аномия. Да, и вообще выявили это еще среди африканцев, потому что у них африканцев. Ага. Вот. А отвечает она за то, что она, вот такого вида ретроцита, они не дают вирусу малилини, в общем. Они распространятся. На них, короче, может сесть. Ну, типа... Да, залезть с малилиной плазмодии, да, не можешь залезть в такой измененный ретроцит, да. И, собственно... Я не знаю, что это делать. Культурные различия при знакомстве, там, у нас там спрашивают, какой у тебя знак зодиака, в Японии спрашивают, какая у тебя группа крови, а как раз вот там, в Африке, там спрашивают, какой ты там гетерозигота или не гетерозигота по гену серпоэдоклещенной аномии. То есть у них многие было вопросов? Не, ну, да. Ну, там, собственно, это же можно терапировать, да, то есть это же можно лечить, что такого не будет. Вот. Симптомы снимать, по крайней мере, да. Но это, видишь, это как бы вариант, это трейд-офф между тем, что ты умрешь от малярии или нет. Вот. Ну, собственно, да, самое главное, что все эти гены, мы сейчас увидим подробнее, на что они там влияют, да, но они влияют на мозг в целом. Вот. На разные его отделы и на разные процессы. Вот. Ну, значит, вот, смотрите, это вот просто красивая такая картинка. Это хромосомы. А это, собственно, вот насколько они ассоциированы и насколько значимы. Ну, в данном случае, видите, это логарифм десятичный, от P-value. Вот. Отрицательный логарифм, насколько я понимаю. Вот. Ну, значит, чем выше, да, тем выше ассоциация того или иного гена с высоким IQ. Вам, наверное, не очень хорошо видно по цветам. Ну, да. Ну, там, собственно, много разных, у них разный вклад. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. А снизу самое главное, вы видите, вот, в каких, какие участки мозга связаны с экспрессией этих генов ассоциированных, да. То есть, мы видим, что это лобная кора, то есть, там, даже мозжечок, там, какие-то подкорковые структуры, в том числе прижащие ядро. И вот эта корреляция между интеллектом, генетическое, и генетическими вариантами разных заболеваний. Ну, то есть, раньше что думали? Шизофрения, да, связана с интеллектом. Но там очень интересное взаимодействие между шизофренией и интеллектом, что шизофрения, она связана, есть положительная корреляция между шизофренией и вероятностью того, что человек будет долго учиться. То есть, получать там сначала среднее, потом высшее, потом второе, высшее, потом аспирантура. Вот. Хорошо, да, да, правильно, правильно, да. Много учиться, много учиться. Вот. Но это отрицательный кредит сайкью, да? Ну, то есть, это вот, это может быть то, способность получить образование, это было спутывающей переменной, которая сбивалась толку долгое время. Да, но можете обратить внимание, что вот как раз с биполярным, аффективным расстройством, положительная связь, генетическая именно. Это мы не говорим вот про IQ и частоту встречающейся популяции, но самое интересное, что там то же самое будет. Сейчас, подожди, то есть они дольше учатся, но меньше IQ. Да. То есть среди аспирантов больше людей, меньше IQ. Не, ну не факт, то есть там могут быть те, которые просто умные, поэтому они дольше учатся, а могут быть и те, которые, типа, из-за того, что у них шизофрения. Мы же говорили, это первые лексики, когда интеллект начинали, то, что у нас интеллект, мы в логиле, это в том числе способность быстро учиться. Ну, то есть, быстро обучаемость способности. Да. А если они долго учатся, долго учатся, почему это тогда с интеллектом вообще достаточно сложно? Не, ну смотри, во-первых, действительно, есть у тебя хороший IQ, то есть высшая вероятность просто, что ты сможешь поступить там, куда ты хочешь поступить. Но, опять же, не все люди, которые поступают, не все люди, которые становятся аспирантами, тем более не все специальности, они требуют высокого интеллекта. Да. Ну, то есть, я не буду кидать камень ни в чей огород, но вы представляете, о чем я говорю. Вот. И там люди могут всю жизнь там какими-то вещами заниматься, оставаться в академии, там, становиться докторами наук. Это как бы, да. Ну, наверное, тогда лучше какие-то вузы и внестики. Ну, может быть, да. Это просто забавная история, да, но вот видите, что здесь еще связь с анорексией, да, психологической, психогенной анорексией, правительностью жизни, саморепорту о состоянии своего здоровья, и размеру черепа. причем именно генетическая корреляция. То есть, вот мы знаем, что есть какие-то гены, связанные с долгожительством, и они же связаны с высоким интеллектом. Это забавно, да, потому что мы то же самое с вами видели фенотипически, да, мы видели, что люди, которые дольше живут, имеют высокий IQ. Еще одно подтверждение, да, сколько можно, да, ну, вот еще одно подтверждение. Но это скорее подтверждение, что гены связаны с высоким интеллектом, они могут, например, быть ассоциированы с высоким интеллектом, на самом деле они влияют на общие показатели. Да, да, да. Это может быть такое тоже. Вот. Ну, еще одно подтверждение, да, просто еще один источник информации, то, что это здоровый, мудрый, и что-то у нас еще был богатый, да, вот. Ну, собственно, еще один источник данных, помимо этих, то есть, вот в чем проблема, да, вот проблема этих историй в том, что настолько слабый эффект очень сложно увидеть, тем более достоверно и воспроизводимо, поэтому требуется вот там сотни тысяч людей, там миллионы людей, но это прям сложно сделать, да, и сейчас только начинаются такие исследования, но это именно потому, что люди более-менее похожи, то, что действительно между нами есть разница в интеллекте и за счет генов в том числе, но она не такая большая. Но вот мы можем всегда полезть глубже, например, сравнить нас с нашими предками. И вот одна из работ показала, собственно, что у нас была, причем мутация всего в одном гене, которая отличала нас от неандертальцев. Собственно, это неандертальцы, это сапиенцы, да. Мы с вами говорили про отличие формы черепа неандертальцев и сапиенцев. Нет? Сейчас. Значит, во-первых, у неандертальцев, давайте, у кого была больше голова? У неандертальцев или у сапиенсов? Видимо, у неандертальцев. У неандертальцев, да. У них в среднем была она больше. Значит, почему вымерли неандертальцы? Потому, их убили сапиенсы, да. Но что они до этого сделали с этими неандертальцами? Они проиграли их. Убили их в жон. Они, да, они с ними скрещивались. Вот. Причем там интересно, как бы, я видел несколько сцен, которые говорят, что, скорее всего, это неандертальцы брали в жон сапиенсы, а вот сапиенс редко брали неандерталок в жоны. Ну, потому что неандерталки не очень красивые, да. А эти неандертальцы наоборот. Ух, красавицы. Вот. Ну, мы знаем точно, что есть какое-то количество генов неандертальцев в нашем геноме, и мы, европейцы, у нас больше неандертальцев генов, чем, например, у африканцев. Или чем там у азиатов. Кроме всех, это вообще не так. Ну, а, ты же про африканцев, да. Ну, я просто не хотел жестко говорить, да. Собственно, это тоже считается расистским, если вы скажете, что вот у африканцев нет неандертальских генов, да. Значит, интересно то, что в институте Макса Планка недавно была работа, которая показала, что вот многие из этих генов, которые связаны с неандертальским геномомом, связаны с формой нашего черепа, да. И то есть, грубо говоря, у неандертальцев форма черепа шар для, мяч для регби, да, а у нас мяч для боулинга. За счет того, что у нас разрастаются теменные области, да, и как бы череп становится, лобная часть становится более выпуклая. Вот. Собственно, но люди тоже отличаются. То есть, вы можете сейчас пощупать сзади свой затылочный выступ. Вот если он у вас есть, если он у вас такой, да, то это значит, что у вас больше неандертальских генов. А если он у вас прям такой ровненький, гладкий, значит, вы больше сапиенс. Так, уже распенана. Короче, если вот выбираем затылочный голос. Да, вот хочешь пощупай, вот потрогай, потрогай мой затылок. Потрогай мой затылок. Вот прям внизу, вот чувствуешь? А, вот это. Да, ты чувствуешь эту историю, да? Вот, вот так, да. То есть, у меня вот так вот идет, да? Собственно, это не у всех людей, да? Я проводил такой эксперимент, у многих вот такая вот история. Там шишководная железа, да? Вот. Ну, собственно, можете дома посмотреть, можете дома посмотреть, что у вас там с этим, да? Вот. Конечно, это может зависеть на какой кровати вы спали, потому что у меня есть знакомый профессор, у которого голова выглядит примерно вот так, вот череп. Вот так. Без шуток. Потому что он спал на жесткой этой детской кроватке, прям на доске, да? Но он устал профессором в Америке, так что это же значит. Да. с чем связана вот эта форма черепа? Она связана с тем, что когда происходит миеленизация. Что такое миеленизация, знаете? Милин. Мы обсуждали третий. Не, мы даже не обсуждали. Ну ладно, грубо говоря, нейроны связаны с другими нейронами, своими отростками, они могут быть очень большими, там, несколько метров. А, изоляция. Да. Если нету изоляции, скорость передачи один метр в секунду. Можете себе представить, вот я там уколол палец, у меня раз в секунду проходит, два секунды проходит, я реагирую. Собственно, две секунды это многовато. Поэтому нужна изоляция, которая увеличит эту скорость до 100 метров в секунду или даже больше. Эта изоляция, изолирующая оболочка, это миелин. И мы знаем, что в процессе как раз развития мозга у нас сначала образуются нейроны, они дают свои отростки, и потом только они покрываются миелиновой оболочкой за счет, собственно, олега дендерцитов. Но вот у неандертальцев этот процесс миелинизации, он происходит позже, чем у сапиенсов. То есть более позднее начало миелинизации приводит к тому, что вот этот вот череп, он уже у них стал жестким, он уже не может, то есть, ну, как бы, объем мозга, он увеличивается, да, но он стал уже жестким, и он может увеличиваться только вот в этих направлениях, да, вот. Поэтому как бы так растаскивает. Вот. А поскольку у сапиенсов рано начинается, поэтому так равномерно получается круг. Ну, не этим единым, да. Собственно, вот еще еще один ген, то есть это вот раз ген, там миелинизация разная, и, видимо, вот поэтому у нас разные формы черепа тоже, в зависимости от количества нейндертальских генов. Так миелинизация у кого лучше? У сапиенсов? Нет, она просто раньше начинается, не лучше. Формально она одинаковая, да, просто у неандертальских, у людей, у которых неандертальские гены, она чуть позже наступает, вот и все. А это как-то влияет на конечно интеллект? Из того, что я видел, это никак не влияет на интеллект, да. Но это влияет на другие вещи, то есть, например, это дало нам способность приспособиться к холодному климату. Многие вот неандертальские гены, которые у нас есть, вот, денисовские гены, которые мы тоже получили, ну, например, их много у азиатов тоже, они помогают приспособиться к высокогорью, там, вот, в Алтайшить. Чуть позже, это когда и в Алтайшке? Ну, это там все недели, просто разница недели, да. Ага. Да. То есть небольшая, да, это не так, что там, типа, через 20 лет. Вот, а значит, ну вот, недели, в смысле, еще в животе. Нет, это, в принципе, уже после рождения происходит, когда, ну, череп формирует, формула. Значит, вот еще одна мутация, да, которая TIKI-TL1, значит, вот она может быть либо с лизином там, либо с аргинином, такой белок, да. То есть, опять же, замена в одно аминокислоту. И в чем разница, да? Значит, давайте я вам сейчас еще нарисую. это тоже про развитие нашего мозга. Вообще, развитие нашего мозга это очень важно, потому что, ну, как он вырастет, это очень много, что проявляет в нашей жизни, как мы увидели. Да, и смотрите, как это происходит. Стволовые клетки. Знаете, что такое стволовые клетки? Или нет? Какое? Значит, стволовые клетки, это, по сути, да, это такие вот клетки эмбриональные, по сути, которые, да, делятся в основном, и потом из них получаются все остальные клетки. А вот есть специальная нервная стволовая клетка, и она в процессе эмбриогенеза делится. И сначала получаются такие вот молодые, скажем, незрелые нейроны. Вот так. Они называются прогениторные клетки. Интересно то, что именно на этой стадии они очень активно делятся. То есть, эта клетка может делиться вечно, но она делится очень редко. А эти клетки, они делятся очень быстро, но в какой-то момент останавливают свое деление. И потом они уже превращаются в нейроны. Там красиво я так нарисую, такие вот изящные нейроны. И, соответственно, вот вам загадка. Тест на когнитивные способности. Значит, чтобы у нас было больше нейронов, нам надо, чтобы эта фаза была длиннее или короче? Чем она короче, тем они ей больше делятся. Типа быстрее делятся. А смотри, скорость деления всегда одинаковая. Просто вопрос, сколько эта фаза длится? Длиннее, да, молодец. То есть, грубо говоря, вот вы можете на картинке видеть, у нейронов она быстро заканчивается, поэтому там два нейрона получилось. А у нас она долго длится, поэтому у нас получается там пять нейронов, грубо говоря. Поэтому наш мозг не во всех областях, а в определенных областях, особенно в неокортексе, он в некоторых областях превосходит мозг неандертальцев. И это тоже, видите, это всего лишь один ген. Но мы точно знаем, что у неандертальцев его не было. Даже не гена, а СНБ. Нет, это, наверное, мутация одного гена, вот этого, которого вы... Ну, там аминокислота, я, честно говоря, не знаю, там это может быть... А, может быть, это может быть, там, да, замена двух, там, ну, обычно трех нуклеотидов, да, может быть, там, может быть, какая-то делеция более крупная, да, вот. Кроме этого, вот мы видим ту же самую, очень похожую историю, что есть вот... Это уже мы сравниваем себя не с неандертальцами, а сравниваем себя с приматами, да, вот, например, с шимпанзе. Мы видим, что есть такой ген, который есть только у нас. Ночь, вот эта вторая копия, ночь-2. И, соответственно, этот ген как раз отвечает за то, что он то же самое продлевает вот эту вот фазу прогениторную, то есть, опять же, делает нам больше нейронов. И я вам картинку чуть позже покажу. А откуда он у нас мог взяться, если он новый? Да, как он взялся, соответственно, это, видишь, прошла дубликация, то есть просто, иногда бывает так, что, ну, собственно, обычно себе эволюцию представляют так, что в гене там по одной буковке меняется, и так вот, соответственно, это всегда постоянная скорость, это очень медленно происходит. Нет, вот, иногда происходит просто так, бац, и просто точные копии гены образуются, да, то есть был один ген, стало два гена. И тот, который новый появился, он чаще всего приобретает какие-то новые функции, потому что он может там мутировать и становится чем-то необычным. Вот как случилось с этим НОЧ-2, НЛ, собственно, и в итоге, видите, он опять же увеличивает количество у нас гена, клеток, которые у нас есть. Ну, и опять же, еще один такой ген, который отличает нас от горилл в этот раз, да, вот можете посмотреть, то же самое, что количество клеток предшественниц одинаковое, но у нас прогениторная фаза длится дольше, поэтому у нас больше мозг, чем у горилл. И это вот, вот там, здесь даже картинка есть, собственно, видите, это один и тот же день развития, вот у горилл, он уже созрел нейрон, и все, и он больше, он перестанет делиться. У нас еще такой юный и продолжает свое деление. Да? Блин, они перепутали здесь. Они, походу, перепутали. Вот. Да, потому что по тексту статьи они описывали, что как раз горилли и нейроны, они такие крупные, становятся вот такой формой пирамидальной. Но, да, короче, самое главное, что они остаются такими же юными. Вот. Это другой ген, это уже третий ген, да, это ZEP2 какой-то. Ну, давайте просто вам красивые картинки покажу с этим связанные. Вот, смотрите, это как раз органоиды. Значит, что такое органоид? Кто знает, что такое органоид? Поймите руку. Да, только не клеточный органоид, а в эмбриологии. Это, по сути, берут клетки какого-то органа и выращивают их на чашке петли. Ну, например, там нейроны, да, вот в данном случае, просто нейроны. Получается, как бы комочек, такая недоткань, недоорган, поэтому называется органоид. И вот мы видим, что как раз вот разница в размере этих органоидов мозга. Вот одно количество клеток взяли, и что из них получилось на 10-й день? Мы видим, что там у гориллы самый маленький, у шимпанзе побольше, у человека самый большой. Вот. И кроме того, там, ну, здесь это плохо видно, но человеческие органы, человеческие клетки, они более вытянутые, они такие более продольные, вытянутые, а вот у гориллы шимпанзе такие более скукоженные. Так. А с этим связано, потому что ты плохо решишься в месяц. Да, кстати, да, это интересный момент, собственно, потому что это работает и в эмбриональном периоде, поэтому мозг детей становится больше, да, и самое главное, очень долгое детство еще, к тому же. Вот. То есть мы платим мозг, поэтому стоит очень дорого, потому что, ну, собственно, роды у животных это легко, это без проблем, а роды у людей это всегда было проблемой, то есть очень высокая смертность и у детей, и у рожениц во время родов. Именно из-за большой башки. Вопрос. Не совсем какие вещи, но это же, что мы не знаем, из-за реализации. А вот как развитие мозга у детей, у которых дефицит виталина группа В? Ну, на самом деле, в общих чертах он сильно отличается, просто скорее темп немножко замедляется. вот, но смотри, на самом деле там, смотря какой витамин D, ну, если особенно там проблема с фолиевой кислотой, то там проблема с делением клеток, и там больше, да, проблема в том, что, может быть, нервная система развивается до какого-то момента нормально, но проблема с тем, с образованием там эритроцитов тех же приводит к тому, что нарушается питание, нормальный энергетический метаболизм этого мозга, и там уже начинаются проблемы дегенеративные в нем. Ну, наверное, точнее надо посмотреть. Ну, и вот самый интересный вариант, да, посмотрите, тоже вот, это нормальная мышь, обычная мышь, да, а это мышь, в которую засунули ген какой-то, необычный, архгеп, да, это все мышь, только это, справа, это мышь генно-модифицированная, в которую искусственно засунули этот ген, в ее организм, и она вырастила себе такой мозг. А, это мозг. Это мозг, да, ну, собственно, да, собственно, это полушарие, оно лежит, как бы, да, вот, там сзади, это, давай, я сейчас покажу, может, курсор будет видно, вот, это, соответственно, мужичок, ствол мозга, да, это большие полушария. Собственно, сложно так сходу можешь понять, что это мозг, потому что у них нету извилин, да, но мы видим, что вот на этом, ой, вот на этом появляются уже какие-то даже извилины, вот. Мыши в этом исследовании рождались или нет? В каком плане? Да, они жили, жили нормально. То есть, они умные, что-нибудь там. Ну, смотри, в этом, в этом исследовании их просто убили. Смотри, проблема таких исследований, это называется genetic enhanced animals. Проблема их, вот эта этическая история в том, что, типа, а вдруг они там, у них появится какое-то сложное сознание, да, они становятся слишком умными, ну, как это вот, восстание планеты обезьян, да, не в плане того, что это опасно, а в плане того, что, блин, а как они себя будут чувствовать? Они поймут, что они там просто лабораторный эксперимент, и бла-бла-бла, вот. И поэтому их обычно убивают очень быстро, да, и поэтому, видишь, вот в данном исследовании их там практически сразу убили, их не тестировали. Но похожие вещи делают китайцы с животными, им как будто бы плевать, и они там дорастают, и потом их тестируют, и в большинстве экспериментов пока оказывается так, чем обычные. То есть не так, чтобы они прям сильно были умнее, но, во-первых, у них мозг больше, сложнее, и они быстрее обучаются, по крайней мере, каким-то отдельным видом заданий. Просто так же можно продавать этих лучшей. Да, собственно, это идея, во-первых, да, к слову о том, что зачем нужны все эти исследования, да, одно из направлений было такое, что давайте мы создадим умных каких-нибудь обезьян, которые будут работать, там, не знаю, валберрис. Вот, да, и все. Пока потребности рынка, да, нет, а знаешь, что уже вообще-то есть идея, блин, это макаки резусы, по-моему, которых, или капуцины, которых используют для того, чтобы они собирали кокосы, ты знаешь, типа их обучают, что мы собирали кокосы, их очень жестко тренируют, там, типа, там в свое время был скандал в Америке, и вообще на Западе, там люди отказывались от кокосового молока у тех компаний, которые эксплуатировали этих капуцинов для того, чтобы добирать кокос. Но сейчас, это продолжается, это продолжается, так что, да, но почему этот ген такой интересный, потому что он есть только у нас, неандертальцев и денисовцев, это смотрите, вот, я просто напомню вам линию человеческой эволюции, как она шла, то есть, ну, там такая картинка, я вот прям быстренько нахожу, то есть, вот там есть, собственно, какие-то предки, там, типа, проконсула, да, от него отходит линия современных приматов, там, орангутаны, гориллы, шимпанзе, потом, там идет линия австралопитек, ну, там, сахалиантроп, там, австралопитеки, они расходятся, там, на массивных, на грацильных австралопитеков, и, соответственно, мы знаем, что тут австралопитек Люси, да, вот у австралопитек, они там уже были прямоходящие, но у них объем мозга был там 400 грамм где-то, и потом, в какой-то момент от них ответвляется, они, собственно, там дальше продолжают свое развитие, и все вымирают, да, как ни странно, вот, и тут вот какое-то ответвление происходит, новая ветка, которая такая, и она превращается в рот хомо, это хомо хабилис, человек умелый, и дальше от него там уже расходится, от хомо эректус расходятся разные гидерберские люди, которые превращаются в сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. И, собственно, вот эта вот мутация, она появляется в этот момент, в момент, когда вот появляется рот хомо, это наша суперособенность, и этот ген оказывается вот так важен для развития мозга. И сейчас вот есть работы, продолжающиеся, они еще не опубликованы, где в приматах засовывают этот ген, и смотришь, что с ним может случиться. Вот ждем, когда они вырастут. А в каких странах? Китай. Выводы, какие мы можем сделать, в принципе, промежуточные, именно по генетике. Различие в интеллекте, по крайней мере, частично обусловлено различными в генах. Интеллект определяется взаимодействием большого количества генов, вот это поле гены, но у которых у каждого маленький эффект. Большинство генов-кандидатов, они влияют на развитие функционирования мозга. Вот мы говорили с вами про развитие мозга, но также там есть гены, которые отвечают за милинизацию, вот как мы с вами видели, которые отвечают за образование связей и за передачу сигналов, например, за количество рецепторов, за форму этих рецепторов и так далее. Вот вы можете видеть на этой картинке, то есть нейрогенез, дифференцировка и структура и пластичность синапсов. Это все очень важно. И причем обратите внимание, что из них, вот из этих генов, которые этим занимаются, только 1,4% это протеинкодирующие гены. Главное различие мозга человека и других животных состоит в количестве клеток. В первую очередь такая вот забавная была статья, собственно, Эркулана Хоузел, такая автор из Испании, насколько я понимаю, ее главный вопрос был, в чем реально качественно отличается мозг человека, шимпанзе и предков человека. И оказалось, что это именно просто количество клеток, буквальное количество клеток. То есть там есть какие-то свои нюансы, структуры, то, что мы с вами видели по форме, но самое главное это количество клеток. Она просто говорит, что в целом наш мозг это мозг шимпанзе просто растянутый в фотошопе с помощью функции масштабирования. Но мы с вами видели, каким образом количество клеток может увеличиваться. но самое интересное, то, о чем мы с вами не говорили, но это я с вами отдельно это вынес, это то, что мы можем сделать полигенную шкалу. То есть мы можем взять у человека, провести у него анализ на наличие тех или иных одноуклильных полиморфизмов, как сейчас там делают, всякие там типа генотек, и использовать это как шкалу. То есть знаете, вот как эта история, то что вы, когда сдаете какой-то тест, например, на депрессию, вы там отвечаете на вопросы. Каждый вопрос, ответ на него, он мало что предсказывает. Но когда вы ответите на кучу таких вопросов, если он будет достаточно большой, то можете с большой вероятностью сказать там типа да или нет, да, вот, ну там, или какой риск депрессии. И вот когда, и вот можем просто заменить вопросы вот этими одноуклильными полиморфизмами. И получится то, что называется полигенная шкала. И это уже очень мощный аргумент. То есть представьте себе, что у нас есть шкала, которая просто вообще ничего не знает там про тест IQ, ничего не знает про родственников, сыновления, там, близнецов. Просто чисто глядя на ДНК человека может сказать, высокий у него IQ будет или низкий. И причем даже сказать, какой конкретно у него IQ будет. Вот, это очень мощно, да, с этим уже спорить невозможно. Проблема, какая есть проблема вот в полигенных шкалах, это то, что сейчас они могут объяснить только 10% изменчивости в IQ между людьми. И вы можете так, ха-ха, всего 10%. Но это, если вы не знаете историю, то есть первые полигенные шкалы и первый вообще полногеномный поиск ассоциаций вообще не давал никаких результатов, потому что это были там тысячи людей. Когда их стало 10 тысяч людей, уже появились, во-первых, первые кандидаты. Когда стало 100 тысяч людей, появились первые шкалы, которые могли предсказать 1%. Сейчас уже потом появились шкалы, которые могут предсказать 5%. Вот сейчас уже 10%. То есть мы видим, куда это все идет, да, то есть можем это экстраполировать и получить, что когда-нибудь у нас появятся шкалы, которые смогут с очень высокой вероятностью предсказывать только на основании генетики, какой у человека будет IQ. Причем самое интересное, что гены-то не меняются с возрастом, то есть мы можем это прямо с детства сделать такой тест. Новые идеи нужны для того, чтобы выявить как раз-таки вот эту историю. Да. Чтобы понять, что я есть. Да. Что я есть. Да. Да. Это довольно сложные вещи такие, то есть они пока, это пока вот только на пике науки, скажем так, да. Но это уже, это очень сильный аргумент в пользу того, что гены-то все-таки имеют какое-то значение. Хорошо, значит, это то, что касалось генов. Теперь давайте с вами переходить непосредственно к мозгу. Отличие мозга умных людей от мозга глупых людей. Вот. Ну и первое исследование это на позитронно-эмиссионной томографии. Мы с вами обсуждали, что это такое, но я напомню, да, это просто, собственно, чем краснее участок, тем больше он потребляет глюкозы, значит, выше у него активность метаболическая, да. И вот смотрите, значит, мозг двух людей, один активно работает, вот видите, там вообще, да, на том срезе все такое красненько, а этот явно слабо работает. Кто из этих людей лучше решает IQ-тест? Наверное, подробно. Ну, как вы думаете? Мы же не знаем, какая умность за что отвечает. Ну, в целом, вот этим, в целом, вот один мозг активен во время решения теста, такой суперактивный, другой малоактивный. То есть, не нужно сильно активировать мозг, ты можешь решить тест, значит, очень умный, если приходится сидеть, и всегда думать. Не, ну, с другой стороны, типа, вот может, у него просто мозг не работает до у кого справа, поэтому он тупой. Не, он сидит и пытается, у него не получается, у него мозг активируется на 100%. Ну, то есть, ты считаешь, ты считаешь, что слева умный, да, а справа, то есть, слева глупый, а справа умный, да? Логично было бы предположить, что да, но судя по тому, что ты задаешь вопрос, ничего себе. Не, 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 нас тут, мы тут не, нас не это самое, мы все правильно. Смотрите, ну, в общем, вот это вам, их результаты по Реймону. Собственно, один 11 набрал, другой 33. Ну, собственно, мы точно видим, что тот, кто умнее, у того активность мозга в целом меньше, в целом. Он не напрягается. Да, не напрягается. Да, и это регло, это очень много было, где воспроизведено, это регло в основу так называемой теории эффективного мозга, то есть, что у умных людей мозг эффективнее, чем они умнее, тем он эффективнее работает. Вот, а вот более интересный результат, это вот, может, я вам рассказывал про него, это, соответственно, мозг людей, которые еще никогда не играли в Тетрис, а это мозг людей, которые уже научились играть в Тетрис, то есть, одни и те же люди. И вот вы видите, что по мере того, как мы чему-то учимся, да, какому-то навыку, будьте здоровы, наш мозг тоже начинает работать эффективнее. То есть, возможно, вообще, не самые умные люди, которые проходили в Тетрис, но все-таки, они просто никогда не видели задания, то в этот момент изучали новое. Ну, это была такая, вариант, но это проверили, естественно, да, здесь объяснение примерно такое, что, ну, грубо говоря, если ты знаешь, как решить какую-то задачу, ты просто будешь меньше напрягать свой мозг в целом, да, вот, а если ты не знаешь, то у тебя начинается какая-то неспециализация, специфическая активность, стресс, да, ты перегреваешься, как старый ноутбук, да, то есть, типа, можешь сравнить, это там новый ноутбук, старый ноутбук, да, вот, он старается, но он не может. Значит, но самое интересное, то, что вывели уже то, что мозг работает по-разному, да, вот, на данной картинке здесь где-то человек, у которого болезнь Алисгеймера, нормальный человек и синдром Дауна. Кто посерединке будет? Нет, где нормальный человек, здоровый? Справа, да, это без решения теста, то есть, там мы что-то давали какие-то тесты, это просто в покое, просто в покое, нормальный человек, мозг работает нормально. а вот, собственно, синдром Дауна посередине, да, и, ну, это, задержка, это умственная осталась, какая-то другая, да, менталитарность. Но самое интересное, это то, что было еще исследование, которое просто посмотрело, как работает мозг людей, ну, без какой-то там проблем когнитивных, без диагноза, просто с разным уровнем IQ, в покое, когда им просто давали посмотреть телевизор, там, не знаю, походить по дому и так далее. Вот. И оказалось, что мозг глупых людей в целом в покое потребляет больше энергии, чем умных людей, то есть, постоянно. То есть, он у них постоянно потребляет больше энергии, чем умных людей. И это интересно, потому что это соотносится еще вот с этими интересными вещами, о том, что, про которые мы с вами говорили, что мозг, в принципе, умных людей, он тоже, вот именно в когнитивном плане, мышление, в пассивном режиме тоже работает по-другому. То есть, умные люди, они как будто бы более внимательные. Они даже вот, если просто идут по улице, они подмечают гораздо больше вещей и закономерностей, чем глупые люди. И вот мы это увидели даже на PET. Но интересно то, что про то, что спрашивали в зале как раз, то, что все-таки не какие-то отдельные области, а это скорее такая вот на PET, по крайней мере, да, диффузная активность мозга, то есть много разных областей. Конечно, это в основном кора, да, но не так, что, например, только лобные доли. То есть, была такая гипотеза, что мозг, там, разум, интеллект, это лобные доли. Нет, мы видим, что они только лобные доли. А еще интересно то, что вот взяли, дали математические задачи мужчинам и женщинам, и они, там, примерно распределение было одинаковое, потому как они их решали. То есть, там были женщины, которые хорошо решали математические задачи, и мужчины. Но, когда посмотрели на активность их мозга, оказалось, что она отличается. И это, опять же, соотносится с тем, что мы тоже знаем, что, в принципе, при решении каких-то задач когнитивных, мужчин и женщин, они немножко разные подходы ищут к их решению. Вот, мужской и женский мозг, как обычно. Да, но, теперь мы переходим с вами к первому факту, который мы знаем, да, что чем больше, тем лучше. То есть, мы знаем это, если мы сравним себя с шимпанзе, ну, вот вы видите, вот, как раз корреляция, да, между размером мозга на МРТ просто и IQ. Есть корреляция положительная, но она не такая большая, да, то есть, видите, это размер, да, ну, это относительно среднего, там, какого-то чувака, вот, да, но, в принципе, ты, тут самое главное качественно воспринимай эту картинку, если ты хочешь количественно, вот видишь, что коэффициент корреляции, он, в общем, размера мозга составляет всего лишь, там, где-то 24 сотых, ну, там, самые оптимистичные оценки, где-то 4 сотых, да, то есть, что, какой вывод можем сделать, что, типа, у человека с большим мозгом, у него, в принципе, шанс быть умным больше, но, в принципе, можно быть умным и с маленькой головой, да, и, да, да, вот, да, подумай, подумайте все, значит, ну, скорее всего, дело не просто, ну, во-первых, да, то есть, там, бывают люди с гидроцефалией, просто с огромным мозгом, да, ну, и видим, что корреляция не такая прям супер, что большая, вот, ну, хотя это что значит, это значит, что, в принципе, что если у вас там IQ где-то 140, значит, что вы можете с уверенностью сказать, что ваш мозг будет больше, чем 85% всех остальных людей, да, в мире, то есть вы можете спорить с людьми, там, в баре, приходить к ним и говорить, спорим, у меня башка, мозг больше, по данным ФМРТ, и вы скорее всего выиграете, вот, а, можно вопрос? Да. Вот вы говорили, когда-то, раньше, про человека, у которого, заболевание, когда у него, короче, почти всего мозга не было, там была ошибка, все равно, у него маленький, там остался. Да, да. Но он, в принципе, нормально жил, работал, ну, у него был там 90, или... У него, по-моему, там 85 где-то было. Ну, вообще, нормально, на самом деле. Ну, у нас там, это уже границы, там, типа, умственной отсталости. Ладно, короче, не настолько это критично было, просто интересно, что, вроде мозг, он маленький, совсем маленький, совсем-совсем. Да, да. Он там и не сказал, нет. Интересно, да, что, на самом деле, это вот, опять же, Камагаем тоже про гены, очень важно понимать, что очень много есть нюансов, опять же, как с тем парнем, у него этот размер мозга, он позволил нормально функционировать, потому что это все случилось в детстве, да, и он успел у него как-то, перенастроиться за счет пластичности, да, и немножко начать нормально функционировать. Поэтому, например, первое исследование, которое включало всех, там, в том числе людей, у которых разные заболевания были, показало очень низкую корреляцию, всего 24 сотых. Но когда взяли только здоровых людей, там, без гидроцефалии, без, там, какой-нибудь Хорей Гентингтона, там, без еще чего-то, без болезни Альцгеймера, да, то корреляция стала повыше. Да, вот. Поэтому, наверное, вот мы же больше хотим ответить на вопрос, что, в чем заключается разница вот между людьми в целом, ну, в среднем, я не знаю, обычными людьми, да, в интеллекте, а не, когда мы берем какие-то уникальные случаи, какой-то супер патологии. Хотя они тоже сами по себе интересны. А вот про вторую фразу. Да. А вот если во время беременности может ли такое быть, что, ну, отделы мозга немного по-разному развиваются, даже в сутки с лицом, допустим, и входит ли вот эта разница в G, а не в средовую историю? Это, смотри, если, нет, нет, это в G входит, да, просто вопрос, не, смотри, G это же не генетик, G это general factor. Или ты имеешь в виду вот это вот G-гены? Гены, а, гены. Да, это не входит, смотри, ну, если мы говорим про… Как разделить? Да. Ну, вот как раз, если мы говорим про близнецовое исследование, там это сложно разделить, да, потому что утроба все-таки одна, и это как раз очень большой минус, все говорят, типа… А там же может быть рандом, типа у кого-то чуть больше. Да, 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 вот, да, то есть, и вот этот период, который они там типа вместе, вот, но как раз именно вот этих недостатков можем исключить, если мы используем вот чисто именно подход с SNP-ами, да, потому что тогда мы чисто смотрим на гены и как они ассоциированы с интеллектом, а больше ни на что, да, то есть ты не знаешь, что там с долями у этого человека, ты не знаешь, как он там развивался, все, ты единственное знаешь его ДНК, и ты видишь, типа ДНК позволяет тебе предсказать. Вот. А, ну вот тогда получается типа 54%. Да, 54%. 30% оставшиеся, это… Это внутриутробное развитие, да, это среда. Ну да, мне кажется, что так, но это пока вера наша с тобой, вот, но, значит, что касается поиска отдельных областей, значит, это можно делать по-разному тоже, можно посмотреть просто размерах, например, толщину коры, или подкорковых структур, вот мы видим, что там вот, собственно, красненькое плюсом, это там, где больше, синее, это там, где меньше, то есть негативная корреляция, вот, а зелененькое, это важно, что это история, которая связана с трактографией, то есть с тем, как они связаны, эти области между собой, то есть, по сути, с белым веществом, вот вы можете видеть здесь тоже, вот другие исследования, которые показывают, это все тракты белого вещества, и вот мы видим, что типа вот эти вот тракты, ну, это все в объеме, это не одни и те же вещи, да, вот эти вот тракты, они положительно коррелируют с G, да, эти тракты, они наоборот отрицательно коррелируют с G, и вот, то есть по разным областям тоже, и все это вместе, все вот эти вот работы, они привели к формулированию вот такой вот теории, которая называется, притальный, это значит теменной, фронтально-лобный, интегративная теория, да, или теория лобно-теменной интеграции, да, и вот мы видим, что здесь, значит, ну, подавляем мозга, я думаю, вы ориентируетесь, но я вам все равно покажу, это лобная доля, да, это теменная доля, это височная доля, и, соответственно, это затылочная доля, мы видим, что вот в основном это эти поля, по-бродману цитоархитектонические, которые ассоциированы с интеллектом, вот мы видим, что это какие-то поля вместе, пересечения теменной, затылочной, височной доли, но больше даже теменной, и огромное количество полей, которые находятся в лобной доле, в том числе те же, которые здесь находятся, и отвечают за формирование речи, а это белое вещество, тракты, рельсы, которые соединяют их между собой, это такой дугообразный пучок, очень мощный пучок белого вещества, и теория гласит следующее, собственно, чем больше у вас эти области по отдельности, и чем лучше они связаны, чем толще этот пучок, тем выше у вас интеллект, и согласно этой теории, как бы интеллектуальное действие, когнитивное действие заключается в следующем, что сначала информация обрабатывается в центрных участках коры, там она абстрагируется, анализируется, эта информация передается в лобные доли, как раз по дугообразному пучку, и потом обратно они так вот коммуницируют между собой, мы пока не знаем, что там они конкретно друг другу говорят, но это то, что называется еще в некоторых теориях, это еще называется такой дарсальный путь передачи информации, которая связана с мышлением, вот, ну и соответственно, кроме этого, большую роль еще играет так называемая передняя поясная извилина, которая связана с тем, чтобы мы выбирали конкретно, с какой информацией мы будем работать или не будем работать, она здесь, ты ее здесь не видишь, она там немножко внутримедиально расположена, она в лобной доли, и так, значит, ну это сейчас самая просто крутая, да, теория, которая есть, но просто больше всего данных, которые ее подтверждают, и самое интересное, что мы тоже про это чуть подробнее скажем, что в принципе есть работы, которые на основании того, как у вас устроена вся эта структура, то есть, ну грубо говоря, сначала мы делаем вам структурное МРТ, чтобы просто увидеть, насколько у вас толстые эти участки коры, и насколько у вас толстый дугообразный пучок, потом мы вам делаем функциональное МРТ, для того, чтобы посмотреть, насколько они функционально именно связаны между собой, потому что может быть анатомически там все хорошо, но знаешь, как говорится, типа рельсы есть, а поезда не ходят, вот, и это сравнить, и это все вместе тоже позволяет достаточно, уже гораздо больше, то есть помните, вот мы с вами говорили, что полигенетические шкалы, они дают 10% предсказания, а вот такие штуки, ну, чаще всего это 40% в реабиленности, аж, да, то есть почти половина, а я видел работу, которая говорит, что там 80%, чисто вот по данным FMRT, и МРТ может предсказать ваш результат IQ, да, очень мощно, вот, но не только чисто анатомически это все, макроскопически, да, проверить, можно? Проверить? Да. Ну, это как раз… Допустим, я пришел в повышенную клинику, сделал FMRT, вы знали, и, ага, а, ну, ты можешь поучаствовать в исследовании, то есть люди, они с тобой захотят, то есть, ну, в Америке, например, там, это целая есть группа людей, которые так на жизнь зарабатывают, то есть, у нас есть, ты едешь в метро, там реклама типа возьми кредит, да, а там в Америке реклама типа хотите поучаствовать в нашем исследовании, там в основном лекарства тестируются, да, и вы себе сломаете там здоровье таким образом, но там есть вот такие вот исследования, которые там FMRT, всякие фундаментальные, и ты просто там отправляешь заявку, если ты им подходишь, они тебя берут, и ты потом тебе данные дадут в конце исследований. Нет, если у меня есть данные, я могу их куда-то. Не, ну, они так, типа, просто так, по приколу они, по-моему, да, да, вот. Вот такие дела. Ну, скоро, то есть, пока это, знаешь, ну, самое интересное, как они их тестируют, то есть, это не просто так, что они из башки выдумали, то есть, сначала берется какая-то выборка людей, на которой они, собственно, создают критерии шкалы своей, анатомической, предположим, потом они берут еще какую-то выборку дополнительную, которая до этого не участвовала в исследовании, и на ней проверяют, то есть, они просто сканируют людям мозг, делают предсказания, а потом дают им IQ-тесты, и смотрят, насколько это совпадает. А потом, да, круче всего, если они берут еще выборку, которую там, может быть, это другие вообще исследования делают, и еще раз это тестируют. И это вот, это высокой воспроизводимости таких тестов. Ну, значит, давайте вам такой вопрос, контринтуитивно. Если вам с этой энергоэффективной теорией мозга оказалось все, как интуитивно, хотя сам Хайер, который делал, говорит, типа, мы с ума сошли, потому что каждый раз, каждый раз, когда мы какую-то гипотезу выдвигали, потом в эксперименте она вообще наоборот, с ног на голову вставала. Но там такой вопрос. Значит, вот предположим, что мы говорим про плотность клеток в коре. У кого плотность клеток в коре будет больше? У умных людей или у глупых? Одинаково. Ну вот одинаково есть вариант, да. То есть это долгое время так думали. Давайте так, поднимите руки, кто за то, что больше плотности? У умных. У умных, да. Да, ну я бы тоже поднял руку. Но? Если бы не знал правильный ответ. Если бы не знал правильный ответ, да. То есть оказывается, что? Оказывается, что... Ну, это несколько работ, то есть это не... Может быть, это потом окажется, что это просто какой-то выброс случайный, да. Ну что показали? Во-первых, было показано, что отличие в клетках, опять же, именно у людей, да, там умных и глупых, и у людей, и у приматов, да. Очень интересное отличие, это то, что, соответственно, сами нервные клетки, они имеют более длинные дендриты, такие разветвленные, очень длинные, да. Это типа дендрит умного человека. Это дендритное дерево глупого человека, да. И предположение такое, что, во-первых, такие длинные дендриты нужны, потому что на самих дендритах может выполняться вычисление определенное. Значит, если вам интересно, мы как-нибудь про это поговорим. Да, это дендритик компьютейшн. Вот. Ну, к примеру, здесь просто на каждом маленьком участке мембраны свой оканчивается какой-то синапс, как я вам рисовал вначале, и последовательность включения этих синапсов определяет, пойдет сигнал дальше или не пойдет. Да, это очень важно. То есть сигнал пришел с этой стороны, нейрон возбудится. Сигнал пришел с этой стороны, да, те же самые синапсы возбудились, но в другом порядке. Нейрон не возбудится. Ну, собственно, чем у вас больше, тем больше у вас такой же клеточной обработки информации может быть. На уровне даже не клетки, а на уровне ее какого-то дендритного участка. Это круто. А самое главное, что когда этот дендрит растет, он, во-первых, увеличивает толщину коры, то, что мы с вами видели, да, а самое главное, расталкивает, как бы, окружающие клетки, поэтому плотность становится меньше. Но кроме этого, вы видите, что быстрее формируется потенциал действия, да, то есть они, спайки, они могут чаще происходить. Ну, то есть если он короче по продолжительности, то ты можешь больше спайков засунуть, чем здесь. Это будет более чистый сигнал. Еще, кстати, была одна работа, которая показала, что в целом у людей по сравнению с шимпанзе сигнал меньше зашумляется, да, особенно если идет передача сигнала между далеко отстоящими областями мозга. Вот. Ну и также вы видите, что это связано с тем, что у нас особо из-за формы глутаматных рецепторов, и все у нас работает лучше, если мы умнее. И вот еще тоже одна клеточная особенность. Значит, вот люди, у нас есть эти клетки, у шимпанзе, у макак их нету, да, ну или очень мало. Собственно, мы знаем, что у нас есть дофаминергические нейроны, мы с вами про дофамин много говорили, у нас отдельная лекция была, но мы говорили с вами, что вот они находятся в основном в вентральной области покрышки, в черной субстанции, но в коре человека тоже есть небольшое количество этих нейронов, они являются интернейронами, то есть регуляторными клетками, и они являются дофаминергическими. И вот они есть только у человека, ну в большом количестве, по крайней мере. То есть вот тоже еще одно такое клеточное отличие человека от шимпанзе и макак. И смотрите, какая у вас идея есть? Давайте так вот, смотрите, может быть, у вас какая-то идея появилась? Глядя на то, что вот мы с вами говорили про генетику и про гены кандидата, связанные с интеллектом, вот на все эти вещи, которые анатомические и микроструктурные, что можем сделать? Можем их объединить. И как бы будущее, именно за тем, что мы возьмем и дадим человеку, проведем ему генетический тест, а потом еще сделаем ему просто МРТ, потом ФМРТ, а потом еще, может быть, что-нибудь посмотрим у него там микроскопически. И тогда у нас, вероятно, получится, ну то есть мы уже видим, что даже если мы просто их сложим, уже у нас получится, мы достаточно 50% вариабельности мы уже точно узнаем. Так, а в перспективе это может дать нам вообще реально очень сильное, хорошее, точное предсказание IQ человека, без того, что мы будем его тестировать. И вот здесь у меня к вам вопрос. Помните, когда мы только начинали говорить про то, зачем нужны тесты IQ, что они измеряют, это было очень похоже на это противостояние, как в спорте. Мы отбираем олимпийских атлетов, и мы либо можем просто сказать пробеги стометровку, либо можем сделать им биопсию мышц. Вот здесь то же самое, то есть дать IQ-тест, это как сказать пробежать стометровку. А вот эти вот все генетические тесты и анатомия, нейроанатомия, это как сделать биопсию. Как вам кажется, ну типа что лучше для того, чтобы протестировать IQ человека? Что бы вы выбрали? Иметь, собственно, какую-то полигенную шкалу с FMRT данными или хороший, еще лучше, чем у нас сейчас есть IQ-тест? Смотрим, что дешево. А, ну нет, я имею в виду сейчас не в плане экономической, а вот именно вам, может быть, как-то это. Потому что это эстетически, да, это вопрос эстетический. Вот вы на какой стороне? Понимаете, поднимите руки, кто за нейроанатомией и полигенной историей? Ну, кажется, это более объективно. Ну, кого-то бы, да. Люди говорят, что это объективно. Но с другой стороны, типа, опять же, если IQ дает лучшее предсказание и более точно это делает, просто тестирование, чем все эти наши штуки, и еще дешевле, то чего нам дергаться, да? Ну, хотелось бы, хотелось бы. И вы не одни такие, да? Потому что... То есть все, кто хочет тестировать в черепа, значит, сочинясь справа, куда я проверясь. Справа, вот именно... Я так понимаю, это дает значение, типа, которого можно отойти там на х пункт, лево и х пункт, право, если вот это все привести. Все равно. Это между... У нас же там остается сколько-то пациентов, которые, не знаю, можно... Ну, да, это, собственно, надежность теста, да? Да, там, для IQ, да, это надежность, там, типа, там, 4%, да, там, как это, ошибку ты можешь получить. То есть это такое ощущение, что очень можно нехорошо закончиться, если все осталось. Ой, с IQ-тестами, а с этим плюсом исследованием, типа, тебе организировали мозг, начали, что ты тупой, и все, типа, у тебя же закончили. Ну, слушай, ну... И хотя даже задача... Слушай, ну так с EG тоже самое, там, или с IQ. Ну, там хотя можно как-то... Ну, типа... Не, ну, ты-то можешь тоже пересдать. То есть... Я взяли все мозг... Смотри, любое измерение, это всегда имеет какую-то вероятность ошибки. Любое. Ты не можешь делать ни одного измерения, да, чтобы там вообще не было никакой ошибки. Вот. Поэтому, да, это как бы... Это просто действительно форма теста. Кажется, что, типа, блин, тест я сам решаю. Тут у меня просто мозг сканирует. Но формально, вот, мы реально можем получить историю, так что надежность IQ-тестов и, там, экзаменов любых, да, и надежность вот наших генетических тестов плюс нейроанатомии будет одинаковая. Да, и вообще будет неважно, как ты это делаешь. То же самое, как вот сейчас вот в спорте, да, то есть надежность того, что ты пробежишь стометровку или у тебя сделать биопсию мышц. То есть надежность биопсии мышц выше, да, в предсказании твоих олимпийских результатов. Наверное, анатомический анализ как раз таки и вот последний. Если тебе интересно, следующий анализ, его как делать это реально, ну, типа, как взять или вытащить мозг? Ну, это, это просто на перспективу. Пока, да, пока там биопсию мозга, естественно, ты не будешь делать человеку, но, может быть, есть какой-то вариант. Через глазик. Ну, да, там, может быть, там, какой-то вариант, может быть, там взять, знаешь, есть вариант, взять, вытащить клетку, сделать ее с помощью факторов Яманаки нейроном, там, ну, то есть, это фантазия, это пока на будущее, но там вариантов может быть очень много. То есть, типа, вот эти вот два последних анатомическое плюс клеточное исследование не будут учитывать, по идее, при этом человеке и средовые какие-то, потому что они ну, по-моему, смотрят, как у тебя сейчас. Да. То есть, генетическое, это то, ну, все-таки, там есть какие-то еще с названием, да, да. Ну, это, смотри, формально, да, тут, смотри, наверное, история про то, что генетика, у нее плюс, то, что она, типа, прям с рождения, даже до рождения, тоже может что-то знать, предсказать, но, скорее всего, она будет всегда менее точно доделать, чем IQ-тест, потому что там есть средовой фактор, да, но вопрос, если мы делаем человеку еще плюс в дополнение к этому FMRT, там, MRT вот в данный момент времени, то это, скорее всего, будет то же самое, как если ты ему в данный момент дашь IQ-тест. Вот, конечно, там это может поменяться, то же самое, как ты по-другому будешь решать IQ-тест, да, точно так же у тебя уже и мозг немножко изменится, да, вот, но это да, это вот просто вопрос эстетики, да, собственно, тем биологам и людям права взглядов больше нравится вариант с генетическим тестом и с нейроанатомией, да, кому-то больше нравится IQ-тест, да, а есть люди вообще, которые против IQ-теста, ну, вы знаете, что это за человек? Я показываю. Да, поднимите руку, кто знает, кто это? Так, это, да, Сергей Вячеславович Савельев, собственно, это профессор, и у него вот идея следующая, значит, в начале XX века в СССР был такой называемый институт мозга, и он занимался тем, что он как раз на клеточном уровне исследовал головной мозг, ткани, это называлось цитоархитектоника, то есть мы видим, что вот у нас кора, и она имеет шесть слоев, да, и мы видим, что, в принципе, вот слева и справа, они таки отличаются, да, эти участки коры, то есть слева это у нас чувствительная кора, да, а это моторная кора, мы видим, например, что здесь больше вот этих крупных пирамидных нейронов, а здесь их меньше, да, и это мы можем изучать, можем изучать не только количество клеток в разных слоях, мы можем еще изучать, как они связаны, это называется миела архитектоника, вот, и на основании этого строится вот такая вот карта, это называется, кто знает, как такие поля называются? Да, это поля Бродмана, цитоархитектонические, то есть реально вот примерно это границы, на которых мы заметно и достоверно можем по вот этой структуре клеток понять, что это поле закончилось, оно началось следующее, и мы знаем даже, что некоторые из этих полей, они имеют какие-то специфические функции, да, вот как, собственно, там зона брака, например, связана в левом полушарии с продукцией речи, да, вот, но что интересного, собственно, предшественники Сергея Вячеславовича обнаружили? Они обнаружили, что, во-первых, мозг людей отличается, анатомически, но самое главное, что отличается именно размер вот этих цитоархитектонических полей, то есть мы видим, что это вот затылочная доля, и мы видим, что вот это поля, там, 19-е, 18-е, 17-е, мы видим, как они у трех этих людей сильно отличаются, то есть там это не просто, то есть размер мозга так отличаться не может, как размеры полей цитоархитектонических, да, то есть они там отличаются в сотни раз, и по количеству клеток, и по размеру своему, и какая идея, появилась. Идея появилась в том, что гениальность людей, их способности, они связаны с размером конкретных цитоархитектонических полей. Но это на самом деле похоже на то, что мы с вами говорили. Здесь просто это по данным ФМРТ, и здесь клетки отдельные пока нельзя посчитать. А это уже посмертное исследование мозга, и здесь уже можно конкретно всю цитоархитектонику оценить. Насколько я знаю, нет. Ну смотри, отдельных людей, конечно, смотрели. То, что мы видели с вами, вот эти исследования, которые связывают как раз строение отдельных нейронов из толщиной коры, они показывают, что в принципе там, где мы видим толщину на ФМРТ, там же, соответственно, и больше клеток, и они сами больше, и у них больше дендриды. Но на самом деле цитоархитектоникой у человека очень мало кто занимается, потому что это очень долгий метод. Потому что ФМРТ, ты просто засунул человека, он там через полчаса уже у тебя готов результат. А если мы говорим про цитоархитектонику, то может там год занимать подготовка просто мозга. Может я не говорю про анализ срезов, да, ну и я, например, вот я на микротоме, это вот специальное лезвие, которое нарезает очень тонкие срезы, которые мы можем под микроскопом смотреть. Собственно, автоматический микротом, который вот так вот просто нарезает, он нарезает мозг мыши вот такого размера несколько часов. А можете себе представить, сколько нарезать вот такой мозг, да, человеческий. Вот. Ну это, конечно, это титаническая работа, поэтому на самом деле вот эти вот данные, которые были получены, например, Филимоновым в СССР, они были получены на нескольких только людях, там буквально это даже не десятки людей, это там пять-семь человек, вот. Но даже на них уже заметная разница видна. И, наверное, может быть так и есть, да, то есть это похоже на правду, то есть это действительно надо воспроизвести, главное, чтобы кто-то этим занялся в итоге. Вот. Но какая идея появилась у Сергея Вячеславовича? То есть у нее появилась идея тоже объективного метода оценки, он говорит, давайте создадим томограф, который будет иметь клеточное разрешение, то есть, ну как МРТ-томограф, то есть там нет клеточного разрешения, мы сделаем томограф с клеточным разрешением, и тогда мы, типа, будем людей засовывать в этот томограф, определять количество клеток в этих полях прижизненно и, соответственно, говорить, кто там является художником, кто является гением, кто не является гением. Вот. Ну и вот он сейчас активно собирает на это деньги. Как вам эта идея? Собственно. Что вы про нее скажете? Особенно люди, которые голосовали за вот эти правые вещи. И тебе, короче, а как вы всего выборка была, чтобы вам поменял? Смотри, сам Савельев не занимался этими исследованиями, занимались его предшественники. А у всего там сколько человек на лице? Ну там, я говорю, человек семь. Вот так. Ну да, ну максимум там, да, там, то есть максимум 10. Ну смотри, выборка небольшая, да, и по-хорошему надо было сначала воспроизвестить исследование. Но мы можем сначала сделать томограф, и просто на томографе получить все эти данные, а потом их соотнести, да? То есть это психоанализ для права? В чем психоанализ? Ну, потому что выборка ни о чемная. Ну, да, выборка небольшая. Ну, знаешь, с другой стороны, помнишь, ты мне сам говорил, что типа не нужно там много собак, чтобы отличить собаку от кошки, но здесь очень большая разница, да? То есть может быть, в принципе, в виде такую большую разницу, на сами выборка и достаточно. Нет, она недостаточная, чтобы прогнозировать там художество. А, ну это да, это другой вопрос. То есть, ну это... Допустим, мы различаем, разбиваем мозг там на 30 этих сколько там отделов. Ну, там не 30, там сотни. Так что, да. И по 7 людям эти сотни, они достоверно смогли... Ну, они обычно смотрели, видишь, отдельные участки. То есть затылочные доли, там, лобные доли, теменные, да. Потому что, конечно, это на всю жизнь работа, если ты хочешь там вот типа посмотреть по всем этим участкам. Еще в начале 20 века, да? Ну, предполагается, что сейчас это можно автоматизировать, да, то есть там нейросети пускай считают в клетке и все. Ну, разбить на 100 этих и... Ну, да. Как прогнозировать? Ну, да. А это, смотри, это другое. Это может быть частью твоего исследования. То есть сначала получаешь с помощью томографа данные, а потом их соотносишь там с IQ-тестами. Да, предположим. Вот. Но как бы идея нормальная, да, как бы теоретически, практически, да, она довольно смешная. Я не знаю почему. Потому что она... Ну, невозможно, во-первых, создать томограф с клеточным разрешением. Так, чтобы с человеком было все нормально. Почему? Потому что, ну, то есть сам Савельев, потому что у него нет медицинского образования, он предлагает использовать синхротрон. А это, собственно, при той же, ну, при такой плотности облучения, это просто там сожжет мозг, там, или вызовет какие-то мутации тяжелые, да. Ну, то же самое, как вот компьютерная томография, да. Вот. И самое главное, это то, что если мы это делаем другим методом, например, МРТ, да, то здесь проблема подвижности мозга. То есть вот если мы кости смотрим, сейчас уже есть там восьмитесловые МРТ-аппараты, которые могут увидеть там вообще отдельные тробекулы у вас в кости. Очень мощная история. Ну, то есть обычный МРТ-аппарат, три Тесла у него мощность этого магнитного поля, а тут восемь Тесла. Да, но проблема мозга это в том, что он постоянно вот так вот пульсирует из-за того, что из крови, которая протекает, и пульсация на уровне отдельных клеток, это прям вообще вот так вот, да? Нам же не нужно на уровне отдельных клеток. Нам нужно... То есть здесь участки? Не-не-не-нет, они тут расчерчены только потому, что знаешь, какие там клетки. Ты что? Эти участки, ты знаешь их границы, только посмотрев на отдельные клетки. Если ты отдельные клетки не увидишь, ты так внешне их тогда не увидишь никогда. конечно нет да да ну собственно да про технические недостатки вообще ну как бы проблемы там с хранением данных там вот с воспроизводимостью с ценой с облучением и так далее про это можно говорить вечно проблема в том что это довольно топорный сам по себе подход то есть вот идея то что проблем ну главное это разница в количестве клеток может быть это может быть и правильно но она похожа вот на моя любимая история то что там по-моему это был вы бы подскажите на там начале 19 века что ли товарищ какой-то ученый говорит вот жалко мы никогда не узнаем химический состав солнца да потому что можно понять что там миллионы километров и мы до него не долетим никогда а потом она горячая как мы заберем там кусочек этого солнца на анализ да это невозможно и собственно там ну можно попросить как можно мы создадим какой-то автоматический аппарат в будущем там не знаю созданный из алмазов на алмазной ракете мы его отправим и он там заберет кусочек этого солнца там и передаст нам информацию какую-нибудь да еще что не такое да вот а потом и изобрели спертоскопию да и собственно оказалось что можно узнать химический состав солнца вообще находясь на земле и не надо никуда лететь и вот этот сам подход к тому чтобы вот давайте это тоже еще другой вариант это представьте себе что вот у человека пневмония да и мы знаем что пневмония вызывается бактерий есть это типичная вне больничной пневмонии это бактерии на стрептококус пневмонии или пневмокок и вот как бы подход сергей вячеславовича к диагностике понимаем его примерно такой же то есть мы создаем компьютерную томографию с разрешением в бактерию и делаем человеку с подозрением на пневмонию компьютерную томографии легких и там обнаруживаем эти бактерии и по морфологии этих бактерий мы определяем и говорим что у него воспаление легких то есть формально и ну как бы теоретически можно создать такую историю но это не нужно да потому что когда что мы можем во первых взять анализ мокроты на анализ да у нас есть какие-то иммунологические методы исследования у нас есть пцр да у нас есть клиническая симптоматика если мы эти все данные вместе собираем это позволяет нам практически мгновенно поставить правильный диагноз а еще заодно определить антибиотико чувствительность этих бактерий чего нельзя с помощью томографа сделать вот и здесь тоже самое почему я вам привожу эту историю да потому что вот эта вот вещь которая основана на разных данных на данных которые получены из генетики данные которые получены из fmrt из анатомии данное которого получены из функциональной связанности области то что здесь нет ничего про функциональной здесь только Это тоже анатомия, только клеточная. И данные, которые получены на клеточном уровне, все они вместе, как мне кажется, это моя интуиция, может со мной поспорить, они работают лучше. И как будто бы это именно тот подход, по которому мы должны идти, если мы хотим реально получить прогнозируемую шкалу. Как вы думаете? Давайте так. Пойдите руки, кто со мной согласен. У кого же согласились? Хорошо, хорошо. Есть несогласные, есть несогласные в зале, я запомнил. Ладно. Но тоже подумайте. Это опять же история про интуицию какую-то, про изящность. Где мы в итоге сейчас находимся? Мы ко всему этому добавили, что между людьми все-таки есть различие в строении именно мозга. И они связаны с определенными генами. И в будущем мы будем знать больше про это. И почему это хорошо? Потому что в итоге чем больше мы узнаем, тем больше у нас получится способов как на это влиять. Вот уже у нас была идея создать умных обезьян. Для работы. А может быть, мы будем создавать умных людей. То есть это же самое, как если бы мы не знали ничего про фенилкетонурию. Если бы мы говорили, что фенилкетонурия – это средовая история, и никак она не связана с генами, и мы не стали бы это изучать глубоко. Скажем, там, проблемы в образовании, или родители их плохо воспитывают. Но мы знаем все больше и больше. Например, мы уже можем сделать так, что дети с фенилкетонурией вполне себе нормально развиваются. Вот. Ну, на этом эта часть наша заканчивается. Вот как обычно, что почитать. Какие у вас есть вопросы? Так. Что, что? Вот я последнюю фразу не расслышу только. Если мозг меняется, то у вас среды, которые человек развивает? Да. Как вы это видите? Это сложно. Но смотри, что подсказывает, что, скорее всего, не в этом дело, это в том, что мы видим ассоциацию между генами и тем, где они экспрессируются, и теми областями, которые, собственно, связаны с интеллектом. Да. У нас с вами, кстати, про то, что мозг меняется, это тоже хорошая история, потому что была такая работа, которая мне очень понравилась, на воронах. Там, собственно, тоже взяли ворон, воронят, их поместили в разные популяции. В одной популяции было много других ворон, в другой мало других ворон. И, ну, они там, они были просто из одного приплода, их случайно выбирали. Так вот, достоверно размер мозга и коры был больше у тех воронят, которые жили именно в социальной среде. Вот. То есть это значит, что наша нейроанатомия действительно может меняться. То есть там вот эта история про размер гиппокампа у лондонских водителей, да, в студаже. И это, ну, скорее всего, это, конечно, происходит не за счет нейрогенеза, как раньше думали, по крайней мере, у человека, а именно за счет вот именно развития дендритов, которые влияют на оттолщину коры в том числе. Ну, ты имеешь в виду каких-то специфических средовых факторов? Да, потому что, да, ну, во-первых, да, ты можешь всегда сказать, что то, что ты не можешь объяснить наследуемостью, да, ну, по крайней мере, вот в близнецовых исследованиях 20%, да, вот в исследованиях гремлин там больше, ну, почти 50%, это какая-то среда. Ну, ты не знаешь, какая это среда. И дальше ты уже можешь пытаться найти какой-то конкретный средовой фактор, но вот то, что мы с тобой видели, там пока такой средовой фактор не нашли. Да, то есть вот кроме того, что вот это вот, в принципе, общение с детьми, когда они там меньше двухмесячного возраста, активность с ними взаимодействия как-то влияет. Потому что это сложно, да, потому что как бы сложно сделать нормальный эксперимент, чтобы посмотреть, что там конкретно влияет. Ну, мы, по крайней мере, знаем, что, видишь, образование практически не влияет, воспитание практически не влияет, но может быть что-то еще, да, может быть что-то еще, что-то где. Так. Время на презентации, что у глупых людей, грубо говоря, у них повышена активность мозга в среде. Я так понимаю, ну, когда там была активность в получении глюкоз, это должно быть связано, что у них как-то ворот, как будто лучше работает. Поняли эти изменения в роде? Я к тому, что, может быть, если человек глупый, то есть то, что это постоянно, ну, прирост сосудов все расширен, ну, в большем количестве областей, то там и болезнь будет меньше, но, например, инсультов, ну, если инсультов, то будет меньше. Ну, слушай, ну, во-первых, мы точно знаем, что умных людей меньше риск нерогенеративных заболеваний и меньше риск инсультов, инфарктов. То есть они в целом, да, дольше живут, меньше болеют с речесудистыми заболеваниями и так далее, да. Вот поэтому нет, это не так. Видимо, это не так работает, да. Ну, то есть, знаешь, это была такая тоже история, которую часто приводят, типа, вот, типа, если вы часто пользуетесь мозгом, то у вас там прорастает больше сосудов, но нет, это так не работает. Это Савельев, да, такой говорит, но так не работает, конечно. То есть это как раз вот, когда путают, типа, то, что было, да, и вот это вот, то, что это стало вследствие чего-то, да. То есть просто умных людей у них изначально развитая кровеносная система, да. Вот. Кого, какой слайд вам оставить? Ладно. Еще вопросы? Ладно, у меня вопрос к вам. Ладно, давай, задавай, задай свои вопросы. Я просто не особо понял различие вот этого подхода, того, что анализ клеток тоже там же было, вот это как биопсия мозга. Ну, это… Даже если это на клеточном уровне, просто… Нет, смотри, просто этот вопрос, ну, всегда вот в ящике, понимаете, вот я не зря привел этот пример с тем, как ты можешь узнать химический состав Солнца, да. Реально топорно вот так вот, типа, да, у нас есть проблема, делаем из вольфрама там или из алмаза ракету, она летит до Солнца, там передадим какие-то данные. Так можно сделать, но это такой топорный подход. И реально, ну, то есть если ты действительно сделаешь такой томограф Савельева, хотя это очень сложно даже теоретически себе представить, как это будет выглядеть, да, то, да, он тебе будет давать какие-то данные, может быть, даже неплохие. Но у него проблема, у него даже вот теоретически есть проблема в чем, что здесь только анатомические данные есть, да, только данные по количеству клеток. Скорее всего, это не самое важное. Самое важное – это все-таки функциональная связность. Вот то, что я вот здесь показал, то есть это именно функциональная связность, которую ты на таком томографе не увидишь никак. Поэтому все равно придется их как-то объединять, вот, от этого никуда не деться. Вот, ну и самое главное, да, это вот типа вот изящество. То есть если ты можешь получить такой же, такие же данные, вот как получает Савельев на своем томографе за триллионы долларов, да, с огромными этими банками данных, еще чего-то, если ты можешь получить их по каким-то косвенным вещам, которые ты можешь получить, например, там, я не знаю, из изучения метаболитов, там, протеомики мозга, да, там, еще каких-то метов, там, в том числе генетики, то это же круче, да. Вся наука про то, чтобы искать именно какие-то, знаешь, не напроломы те, а вот находить какой-то красивый обходной путь. Вот, ну я это понимаю. То есть это не значит, что, типа, идея прям не рабочая. То есть это как частый случай вот этого подхода от летошного? Да, да, это частый случай. Просто, ну, Сергей Вячеславович, он как бы морфолог, он вообще считает, что как бы физиология – это от дьявола, от лукавого. Вот, самое главное – это анатомия. Мы видим сегодня. Так, ну, собственно, к вам вопрос. Мы с вами вот как раз закончили, в принципе, историю про интеллект, но есть еще история, связанная с эволюцией мозга человека, да. Я вот вам даже опрос сегодня скинул по ней. Если вам интересно, мы можем провести отдельную лекцию по этому вопросу. Либо можем уже двинуться дальше, например, поговорить про сон. Давайте так. Кто за эволюцией? Слушай, а есть тема, ну, короче, у меня остался вот в рамках, если вот всего цикла смотреть, у меня не раскрытый вопрос, а чем мы, собственно, тема, собственно, да, мы не здесь занимаемся? Если 80% все наследует, то… А как там в анекдоте из одного рубля жопу рвать, типа… Не, ну смотри, тут же вопрос, мы же в университете не для того, чтобы стать умнее, мы не для университета для того, чтобы… Ты не прав, не все в университете не для того, чтобы стать умнее. Да? Но для того, чтобы разрядить свой потенциал, понимаешь? А это другая история. Потом гремлин говорит тебе… То есть образование – концентрационная услуга, по сути. Просто да, вопрос, как позиционировать. Если мы это должны позиционировать как друг, чуваки… То есть, смотри, давай так, понятие «образовательный результат» не существует. Что значит «образовательный результат»? Если 80% приклеится генетика, то получается «образовательный результат» – это типа, ну, пандемия, и все. Ага, ну, если ты считаешь, что результат образования – это именно повышение интеллекта? Да, ну ты же навыки какие-то приобретаешь? Знания, эрудиция, кристаллизованный интеллект. Ну, короче, смотри, это… Ну, это хорошая история. Типа, от старых выпускников, типа, что стихи, ну, якобы такие настолько умные, что если отменим лекции и семинары, то ничего не поменяется. Я на лекции семинары не хотела, все равно… Типа, условно, они все равно, у них будет потребность познания, то есть, ботать, они будут сами брать учебники, и все равно… Ну, да. Когда получается, что… Ну, вот я как замдиректор и отменяю лекции и семинары тогда, если вот это верно. Ну, зачем мы на лекции… А вот я бы не заинтересовался нейробиологией, да, и все. Ну, это как бы знакомство со статистиками. Это знакомство, да, то есть, ну, нет, как бы, да, это… То есть, у них нет ради нетворкинга. Это тоже… Это плюс нетворкинг, да, только хотел сказать, да, то есть плюс ко всему к этому нетворкинг, конечно. То есть, у нас с вами вот очень много сцен, которые покажут, что у нас с вами есть самая главная суть образования высшего этого нетворкинга. То есть, почему это вот Лига Плюща, она такая классная, не потому что там классная… Ну, мы не понимаем, что поступающие. А, поступающие, но… Это невозможно объяснить школьник, практически. Ну, да. Не, ну, я знаю людей, которые поступают реально, чтобы диплом получить потом красивый вообще. Или, как, знаешь, в МГО они такие, я вам опытствую, потому что у них студенческий билет с этим зданием был. На самом деле, даже вот, если упрощать на какую-то штуку про образовательные места, то, как вы нас сливаем в тех, как говорите, какой показатель качества выпускника – это зарплата, да? Мы говорим, что, да, у них очень много денег, да, выпускают материалистов, которые востребованы на высокой зарплату. Вопрос. Как это связывает, как то, что мы ему учим, на высокой зарплате, и как это соответствует с его, типа, уже имеющимся потенциалом? А ты что, работа на диплом? Ну, во-первых, ну, да, слушай, раз, смотри, нетворкинг, диплом, потом, смотри, ну, все-таки какие-то навыки, смотри, какие-то навыки ты все-таки получаешь, то есть, я не знаю, там, ты можешь, конечно, сам это изучать, но университет немножко тебе помогает в этом все-таки. Хороший университет хорошо тебе в этом помогает. То есть, знаешь, вот, знаешь, проблема, наверное… За счет нетворкинга или за счет… Нет. Чуть-чуть, смотри. Ну, во-первых, там на один процент, типа, есть какой-то вклад, типа, вот, именно качество твоего образования, в то, сколько ты будешь получать денег потом. Второй момент – это то, что… Да, ну, у нас с вами иногда вот есть такая проблема в том… Нет, проблема в том, что ты, например, когда занимаешься самообразованием, сложно понять, с чего тебе начать. Вот, например, я когда сел, стал знакомиться с анализом данных, вообще, там, вот, нейробиологический анализ сигналов, я не знал, с чего мне начать. Я такой думаю, блин, может, мне надо начать там изучать какую-нибудь теорию графов, например, сначала, прежде, чем я могу чем-то заниматься. Вот, и я так и начал этим заниматься, и у меня очень много времени на это уходило. Но потом мне мужик просто подошел и сказал, типа, нет, типа, забей, ты просто поначалу смотришь, что тебе конкретно нужно для конкретной проблемы, какой аппарат математический, его изучай. И так реально все быстрее пошло. Но, вот, да, опять же, это я могу сказать в университете. Это может быть нетворкинг, это может быть университет, может быть, тебе просто вот программа университета хорошая, она тебе вот это все скажет. А можешь приспортироваться на 1%? Это, по-моему, Пломино где-то было. По-моему, это было в BluePrint, да. Я просто в Ближану не нашел. Короче, если у тебя есть материалы прямо на лекцию, то я бы реквестировал лекцию про связь, вот, собственно, ну, вот, мы находимся в университете, какие? С чего-то того, что сказано, какие, собственно, то есть для чего нужен университет, вот, с точки зрения нейробиологии. Слушай, наверное, да. Как влияет на успех, счастье, карьеру. Возможно, там и доводит бы еще, потому что, ну, есть же вот это вот, мы разобрали бихевиористы, подходы, доводит ли еще какие-то интересные. Ага. Ну, слушай, на самом деле это хорошая, это интересная тема. Напишите, давайте так, просто пишите то, что вам интересно, либо мне в личку, либо лучше в чат, просто тема. Вот так. Такая тема с тем, как мы здесь и предки. Да, и тема с эволюцией, то есть, ну, например, следующее можем сделать по эволюции как раз мозга, потому что это завершит. Давайте так, поднимите руки, кому интересно послушать про эволюцию мозга человека. Хорошо. Вот. А следующую, да, через одну про педагогику. Ассон. Ассон, да. Ну, смотри, про педагогику он хочет. Давай так, запустим голосование. Сделаем, сделаем, сделаем демократично, просто вытащим это на голосование в чате, вот и все. Демократично. Хорошо. Ну, ты же знаешь, да, что демократия — это диктатура, навязанный выбор, или... Или кто платит деньги. Да, кто-то, кто из вас, каждому в личку напишет такой участнику, только попробуй. Проголстовай, да. Ассон, да. Да. Главное, публичный вопрос сделай, чтобы гарантировать праздник. А, публичный? Чтобы узнал, кого наказывать, да? Ну, так вот. Ну, ладно. Хорошо, тогда давайте заканчивать. Спасибо вам за внимание. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ